Покажите мне любовь 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 И наивысшее блаженство, Бог есть любовь, Он всё послёт. Ведь Отец на небе там, людей всех любви, Что единственного Сына в мир послал. Ты прийди к Нему сейчас, что небо губит. За Тебя уже Иисус, Его сын страдал. Бог есть любовь, совокупность совершенства. Бог есть любовь, полнота и глубина. Бог есть любовь и наивысшее блаженство. Бог есть любовь, Он всё во всём. Ненадёжный, милый друг, любви без Бога. Не пьём и в свете без Христа. Можно чувствовать на земле стремлений много. Но истина, любовь, лишь у Христа. Бог есть любовь, совокупность совершенства. Бог есть любовь, полнота и глубина. Бог есть любовь и наивысшее блаженство. Бог есть любовь и наивысшее блаженство. Бог есть любовь, Он всё во всём. Бог есть любовь, совокупность совершенства. Бог есть любовь, полнота и глубина. Бог есть любовь и наивысшее блаженство. Бог есть любовь, Он всё во всём. Братья и сёстры, сегодня будет общим пением. Мне предложена новая песня. Эта песня буквально недавно вышла и очень меня заинтересовала. Называется «Друзья». Я попросил сестёр, чтобы они эту песню выучили для общего пения. Оказалось, это композитор, который сочинил эту песню, он недалеко от нас живёт, в Харисбурге. Девочка, которая имеет любовь к музыке, она эту песню сочинила. Они, кстати, в прошлый раз были на нашем браке, и они участвовали. Это из ребух, одна в группе сестра, которая участвует с ними. Поэтому эта песня будет для нас тоже нова. Участвуйте, пожалуйста. Пожалуйста, сёстры. Песня. 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 Бог друзей подарил нам жизнь, Чтоб легче было пути. Будем вместе Ему служить, Лишь Богу хвалу нести. Были чужими друг другу мы, А теперь сердцем так близки. Кровью Иисуса сродненные, Слава Христу мы спасенные. Бог друзей подарил нам жизнь, Чтоб легче было пути. Будем вместе Ему служить, Лишь Богу хвалу нести. С вами так радостно и светло, Сердце становится так тепло. Искренно Бога благодарим, Встречи каждой дорожим. Бог друзей подарил нам жизнь, Чтоб легче было пути. Будем вместе Ему служить, Лишь Богу хвалу нести. Бог друзей подарил нам жизнь, Чтоб легче было пути. Будем вместе Ему служить, Лишь Богу хвалу нести. Приветствую, братья и сестры. Если у вас будет такая возможность сесть немножко поближе, особенно тех, кто любит садиться сзади, я бы попросил вас, чтобы вы немножко подсели поближе. Не стесняйтесь. А тут есть очень хорошие места впереди. Вот, пожалуйста. Также у нас есть брат Роман. Вы можете ему передавать вопросы, какие-то комментарии, пожелания. Я всегда ищу экстра фидбэк или возможность услышать то, что люди говорят. Вот здесь листочки, флешкард есть на втором ряду. Можете подойти, взять, если нужно, и написать вопрос или комментарий, какое-то пожелание. Хорошо в любое время. И где-то вот там, да, Роман, ты сказал? На третьем ряду здесь тоже есть, вот с этой стороны, да, пожалуйста. Хорошо, я думаю, нужно уже начинать, потому что время. Спасибо сестрам и братьям за такое хорошее пение, за то, что вы потратили свое время, подготовились. Это тоже большой труд, на который нужны и здоровье, и возможности, да, и желание самое главное, чтобы наш Господь был прославлен прежде всего. Немножко хотелось бы познакомиться с вами. Кто-то меня видел, кто-то нет. Вчера у нас была встреча с подростками, и слава Богу, я думаю, что, надеюсь, что-то они взяли для себя. Кто-то взял, кто-то нет. Но это была хорошая встреча, хорошая беседа, поэтому слава Богу еще раз за эту возможность. А сегодня мы будем говорить... Братьям, можно, да, презентацию? Окей, хорошо, спасибо. А вообще о том, кто же такой христианский музыкальный служитель сегодня, потому что сегодня мы встречаемся с огромным количеством вызовов в современности, и у нас иногда поднимаются те или иные вопросы, и мы не можем на них иногда ответить, потому что они действительно сложны. Это непростые вопросы, которые часто ведут либо к позитивным каким-то моментам в нашей жизни, либо к отрицательным. Немножко хотелось бы сказать о своей семье. Меня зовут Руслан Роменский, я живу в штате Мизури, это город Сидалия, уже много лет, с 2009 года. Слава Богу, мы были все время в служении. Моя жена Ирина, она помогает мне и в хоровом служении очень много, в группе поет. Мой старший сын Назар, который стоит вот с сертификатом, это как раз был концерт фортепианный. Я преподаю фортепиано и вокал, поэтому мои студенты, я делаю, если по возможности, как дает Господь, мы делаем концерт в Сидалии в одной из церквей. И вот это одна из церквей, где мы делали годовой концерт, и вот они участвовали там оба. Поэтому вот так мы двигаемся в этой сфере. Назар у меня, он занимается скрипкой уже несколько лет, наверное, 4 года, 4-5 лет. А Венер занимается тоже игрой на фортепиано, я учу, хотя это не совсем легко дается, но тем не менее мы двигаемся. Он занимается футболом. Ну и Ирина, также моя жена Ира, помогает по воскресной школе, по русской школе. Поэтому мы, в принципе, вовлечены в служение очень сильно с раннего возраста. Еще немножко обо мне хотелось бы поделиться. Я являюсь регентом хора в церкви. Это вторая как бы баптистская церковь. Раньше я был в первой баптистской церкви, там основал хор, потом перешел во вторую, и там тоже основал хор. Поэтому Господь даровал такую возможность и людей, и служителей. Поэтому слава Богу за то, что мы действительно можем трудиться. Также я несу служение проповеди. В том году Господь дала возможность нести служение разбора слова. Я проживал в трех разных странах. Господь дал такую возможность. Это Россия, Украина. Вначале это была Украина, затем Россия, и затем Белоруссия. Ну, а это уже четвертая страна Соединенные Штаты. Поэтому я видел много разных людей. Это слава Богу за эту возможность. Поэтому Бог дал мне возможность получить музыкальное образование, музыкальное училище имени Глинки. Это Россия, город Смоленск. Может, кто-то знает этот город. Это один из известных городов Российской Федерации. Затем позже я закончил библейский колледж по миссионерскому факультету при Минской богословской семинарии. Тоже был замечательный опыт. Но, как вы видите, я не останавливался, потому что у меня всегда была цель. Как можно больше послужить Богу и как можно больше помочь моим братьям и сестрам. Как можно больше принести плода, насколько Господь позволит. И уже переехав сюда, в Соединенные Штаты, я продолжил обучение, пошел на бакалавриат и закончил над дирижера и по вокалу. Ну, естественно, фортепиано. Это было как всегда. А без этого ты никуда не пойдешь. Жизнь такая, что нужно учиться всему. И уже недавно, это был 2017 год, я закончил, 2019, извините, магистратуру на директора школы. И вот я сейчас в процессе получения лайсенс на то, чтобы быть директором школы. Не знаю, пойду-не пойду, а дальше, как Господь позволит. Но я очень люблю заниматься музыкой, играть, петь, работать с хором, учиться новому, исправлять свои ошибки, которые я, естественно, тоже делаю. Но мне хочется всегда учиться. И знаете, если у вас есть возможность такая, особенно молодым, всегда говорю, и среднего возраста людям, идите учиться, приобретайте навыки. Сегодня нам так нужны люди, которые занимаются музыкой, люди, которые могут играть, люди сегодня, которые могут правильно поставить голос, люди, которые сегодня знают слово Господне хорошо. И для вас будет проще гораздо, с вами будет проще работать тем же дирижером, регентом, музыкальным лидером, потому что они будут знать, что у вас есть какое-то знание, какой-то багаж. Поэтому используйте, пожалуйста. Если Господь даст мне возможность, молитесь за это, если вспомните меня, когда-нибудь в молитвах своих, чтобы я пошел дальше на докторскую степень. Не знаю, что еще выбрать, но в сфере образования что-то. Поэтому как даст Господь. Ну хорошо. Краткое вступление немножко обо мне. Значит, если можно, мы сделаем несколько брейков посерединке. И это будет пение. Брат Роман уже об этом мне говорил несколько раз. Я держу это в своей голове. Значит, и после пения будет возможность у вас задать какие-то вопросы. Пожалуйста, если вы будете их задавать, главное, чтобы они были короткие, осмысленные, да, чтобы мы могли здесь порассуждать вместе с вами. Я бы хотел, чтобы вы также открыли свои сердца и были готовы к такой дискуссии, к позитивной, да. Для того, чтобы рассмотреть эту проблему шире, 360 градусов, как я всегда говорю, а не 180. Хорошо. Некоторые цели сегодня. Что-то будет по-английски, что-то будет по-русски, поэтому успевайте. Да, я надеюсь, что вы будете. Почему эта тема важна сегодня? Мы поговорим об этом сегодня. Потому что я замечаю, что есть такие церкви сегодня, в которых, ну, вопрос музыки, он не воспринимается. То есть иногда просто звонишь в ту или иную церковь и спрашиваешь, как насчет хорового служения у вас, что у вас делается, или группа прославления. И мне говорят, нет, нам не нужен хор, нам не нужна группа прославления. У нас есть рояль, у нас есть церковь, мы поем, нам этого хватает. Ты удивляешься, ну как в 21 веке еще есть такие церкви? Второй момент, мы поговорим о видах христианской музыки. Что это есть, какие виды есть. Развитие музыкального служения. Затронем это важный аспект, потому что, если мы не развиваем, мы остаемся на месте. Поэтому нам всегда важно расти. И мы, как христиане, нам всегда необходимо развитие, необходимо переосмысление того, что мы делаем. Поговорим также о позитивном влиянии музыки и о негативном. Ну и еще пару таких коротких тем. Я не включил все, но, надеюсь, вы возьмете для себя сегодня много. Хорошо. Почему эта тема сегодня важна? Давайте поговорим. Самое важное, что для себя я взял, когда я рассуждал уже многие годы и спрашивая других людей, служителей, музыкальных, я понимаю, что музыка, она имеет влияние. И это влияние, оно огромное. Я преподаю в школе, это junior high school, шестой класс. И шестиклассники, это еще возраст такой, как я говорю, no drama yet. То есть они еще учатся, они любят жизнь, они любят учиться, они любят петь, с ними интересно работать. Музыка имеет колоссальное влияние на них. Позже, когда ребенок переходит в седьмой, восьмой класс, музыка также влияет на него. И когда я вижу то, что сегодня слушают подростки, меня это просто, ну, в какой-то степени, оно меня удивляет, вызывает непонимание. Но с другой стороны, я понимаю, что культура этого мира, она огромна, она сильна. И то, что делает сатана сегодня, его задача сделать качественный продукт сегодня. Чтобы наша молодежь, средний возраст до 30, подростки, дети, чтобы они были вовлечены в такие жанры музыки, которые постепенно их затянут в экстремальные вещи. Как мы говорим всегда, когда ты сатане даешь что? Руку, он отхватывает что? И это действительно так, как бы это сильно ни звучало. Музыка, она может нас разъединять, она может нас соединять. И это действительно так. Если мы до сих пор этого не понимаем, то нам важно это понять. Потому что это тот инструмент, который дал нам Господь. И если мы неправильно его используем, у нас будут большие проблемы. Если же мы правильно, как мы слышали сегодня, пастор в церкви Григорий говорил, что мы имеем баланс, это благословение для вас сегодня. Потому что многие церкви сегодня этого не имеют. У них есть либо перекос налево, либо направо. А вот серединки, балансированности, как-то вот в этом есть проблема. Хорошо, а второй момент, почему эта тема важна, это отсутствие информации. В наш занятый век, когда мы все время бежим, мы едем на траке, мы работаем на стройке, мы сидим в офисе, мы сидим за компьютером, у нас две-три работы, возможно, не знаю, как здесь, в Пенсильвании у вас, если у вас одна работа, вы благословенные, если вы можете прийти домой вечером и отдохнуть. Но если у вас две работы, у вас нет времени на глубокий research. Вы не успеваете прочитать какие-то статьи. Я иногда сам не успеваю книгу прочитать. Бывают такие дни, что просто ты ничего не успеваешь. И этим пользуется сатана. Когда у нас нет достаточной информации, когда мы не изучаем вопрос, мы тогда либо делаем определенного рода запреты в музыкальной сфере, в церкви, и внутри, в своем разуме, в своем сердце, потому что это самый, наверное, легкий способ. Поставить запреты, но ничего не объяснить, не дать альтернативу. Либо слабые ответы. Мы пытаемся молодому поколению дать какой-то пример, объяснить, почему это можно, эти инструменты можно, эти нельзя, этот жанр музыки можно и так далее. И мы иногда, у нас нет этого знания, мы не делаем research. Поэтому очень важно, когда я задаюсь вопросом сегодня, почему тема музыки важна сегодня, нам нужно читать. Я думаю, что все мы люди думающие, и нам важно любить читать. Кто не любит читать, поменяйте свое мышление. Это очень важно. Чтение – это та вещь, которая действительно помогает мне понять, что же вообще сегодня происходит в нашем мире. Ну и, естественно, конечно же, общение с другими людьми. Третий момент. Правильно реагировать на изменения. Как вы думаете, важно ли сегодня понимать то время, в котором мы живем, или все-таки нет? Может быть, один, два человека. Важно. Хорошо. Другие мысли. Хорошо. Ну, покачайте головой, если вы считаете, что да. Как я говорю шестиклассникам, там завтра хотя бы. Ну, да. Это может быть не очень прилично в церкви. Ну, хотя бы головой, да, что вы слышите. То есть для меня важно понимать время. Написано, наблюдайте времена, чтобы смотреть, что происходит. Даже люди этого мира, известные ученые, они всегда анализируют. В сфере музыки они анализируют, что сегодня модно, что сегодня не модно, да. Какие вещи сегодня производить с музыкальными символами, и какую музыку вообще сегодня играть, петь и так далее. Поэтому, если мы не реагируем на изменения, которые происходят, если мы остаемся еще в первой половине 20 века, у нас сегодня будет большая проблема. Мы не можем остановиться в движении. Да, Бог, Он остается один и тот же. Иисус Христос один и тот же. Богословские концепции главные, они остаются. Они никак, никоим разом не меняются. Но музыка, она претерпевает движение, она растет. Потому что каждое новое поколение, оно понемножку что-то внедряет чуть-чуть. Мы не говорим о большом изменении, о сломе, о переломе, нет. Мы говорим по чуть-чуть, что-то где-то меняется. Да, общая концепция остается. Да, христоцентричность, Бог, самое главное для нас, чтобы в нашей музыке, в наших песнях и словах было это все. Но что-то претерпевает изменения. Раньше мы пели песни медленнее, сегодня мы поем их быстрее. Раньше мы пели песни, может быть, более с грустными лицами, да, хотя и сейчас такое наблюдается, но сегодня мы поем с радостными лицами. Раньше мы пели песни, может быть, без всякой постановки голоса. Мы даже за это не думали, что нужно держать дабл спейс между зубами. Да, мы не думали за это, но сейчас это нужно, да, чтобы челюсть была опущена вниз, лицо потянуто вверх, чтобы было выражение какое-то, да. И это действительно другое качество пения. Молодежь сегодня подрастает, которые идут на вокальные уроки, какие-то инструментальные, и они учатся этой позиции. И, естественно, звучание совершенно другое звучание. Оно вдохновляет, оно тебя поднимает, и ты чувствуешь, ну, Господи, давай, я сделаю для тебя все, что угодно. Хорошо. Доктор Джеймс Добсон, известный ученый христианский, евангельский радиоведущий, телеведущий, он основатель движения «Семья в фокусе», он сказал, что никакая тема в моем радиослужении не вызывала столько споров, сколько тема музыки. Я сто процентов согласен с ним, потому что это та сфера, которая в Писании не прописана, скажем, более четко и отрегулирована, да, как мы знаем, что совершайте вечерю, да, что покаяние тебе необходимо, что есть грех, что ты должен служить Господу, да, до конца своей жизни. Но сфера музыки, она не дана более четко. И я думаю, что в этом была цель Бога, чтобы мы могли славить Бога по-разному. Конечно, есть определенные рамки, как по-разному. Но тем не менее, да, мы приезжаем в одну церковь, в другую, в третью, и мы видим немножко чуть-чуть другое исполнение этой песни. Вот одну из песен вы пели «Благодарю тебя, Господь». «Благодарю тебя». И я понял, что я что-то не… Окей, я потом понял, вы укоротили немножко, вы сделали это чуть-чуть быстрее, потому что в моей церкви ее поют чуть-чуть длиннее, затягивают прямо вот этот гласный АО, а вы укоротили. Ну, тоже неплохой вариант, мне понравился, очень интересный вариант. Хорошо. Мартин Лютер, самый, наверное, известный, да, он теолог, автор гимнов, много гимнов написал, и переводчик Библии, мы знаем, да, на немецкий язык. Он вернул традицию общего пения в церковь, если можно так сказать в общей концепции, потому что католическая церковь, она убрала и православное пение как таковое, общее пение из церкви. Но мы поговорим об этом сейчас, через секунду. Мартин Лютер был одним из тех лидеров, который вернул назад общее пение. Церковь должна участвовать, церковь должна петь, потому что это объединяет нас, это помогает нам быть вместе, в единстве во всех наших видах служений. Это важно. Поэтому музыка, она имеет огромную силу. Он как-то сказал, дар языков в сочетании с даром пения даны человеку для того, чтобы дать ему понять, что он должен славить Бога и словами, и музыкой, провозглашая Слово Божье через музыку. И по словам языки, я понимаю, не иные языки, а языки такие, как французский, испанский, корейский и так далее. Если вы можете говорить на них, это очень хорошо. Поэтому дар языка, возможность говорить и соединить это с музыкой в должном контексте, когда это appropriate, подходящее для церкви, это величайший дар. Это не всем дано. Сегодня многие люди, которые не имеют этого таланта, они просто слушают, они радуются. Иногда я хочу быть на их стороне, просто сесть и послушать, ничего не делать, не петь, ничего. Просто послушать и просто, как мы говорим, enjoy that music. Хорошо. Давайте посмотрим 150-й Псалом. Вместе можете громко вслух, можете тихо, пожалуйста, все вместе. Хвалите Бога во святыне Его. Хвалите Его на твердии силы Его. Хвалите Его по могуществу Его. Хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным. Хвалите Его на псалтыре и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами. Хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах. хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее дохвалит Господа. Аллилуйя, аминь. Что мы видим здесь? Конечно, это не тема, может быть, сегодняшнего дня, но тем не менее, когда я говорю о пении в церкви, это неразделимо. Я всегда имею в виду пение и музыкальные инструменты. И мы сегодня говорили на встрече утром у брата Романа дома о тех инструментах, которые в этом псалме перечислены. Их большое количество, и это, пожалуй, не все, это малая толика. Мы больше находим инструментов. Понятно, что они не были такие современные, которые мы имеем сейчас, как даже мы говорим арфа, которая вот такая высокая, вот такая широкая, там надо иметь навыки, научиться этому. Но были эти инструменты и разнообразие всего. То есть, слава Богу, что мы действительно можем учиться разным вещам. Что в каждой церкви есть те люди, которые умеют играть на разных инструментах. Есть люди, которые знают по вокалу, есть дирижеры, есть регенты, которые могут помогать церкви расти. И за таких людей нужно молиться, чтобы они твердо стояли в вере, чтобы они действительно делали служение качественно. Кстати, ну так, коротко, я думаю, что пастор церкви точно знает, он говорил это, и Роман знает, вот вы можете не отвечать, а что же такое слово ликами? Кто-то знает, что же значит это слово? Вот брат Валерий тоже знает, вот не надо его спрашивать. Да, вот кто-то знает славить Господа с ликами? Хорошая идея, а еще что? Да, это танцы. То есть, в еврейском понимании, если вы копнете глубоко, пойдете в оригинал, вы увидите, что, ну опять же, понятное дело, что это не были те танцевальные движения, которые мы видим сегодня на современной сцене. Все танцы, которые такие, как сальса, румба, буги-вуги, что там еще, другие, они появились уже конец 19-го, 20-й век, да, вальс тот же. Но то, что было у евреев, это совершенно несравнимо с тем, что мы имеем сейчас. И когда сегодня молодое поколение встает и говорят, давайте праздновать Бога и восхвалять Его с ликами, естественно, нет, потому что для евреев в их национальной традиции это нормально водить хороводы, когда они берутся за руки, они ходят, и они славят Бога. Я это видел, я был в мессианских церквях, когда я это наблюдал. Не более того, не более того, все. И знаете, это очень объединяет людей. Для нас, славян, конечно, у нас другая культура. Мы не можем копировать их культуру. Это нечто будет выглядеть как-то странно, когда мы водим хороводы. Это будет немножко несоответственно все-таки нам, славянам. Мы, у нас другая культура. Поэтому не все, что хорошо для другой культуры, хорошо для моей культуры. То есть, поэтому это не будет восприниматься нормой и нормальным. Хотя есть такие радикальные люди в церквях, которые всегда говорят, давайте мы возьмем это, это, это. А будет ли это работать? Ты спросил, ты подумал, ты помолился, ты посоветовался и так далее. Хорошо. Ранняя римская церковь позволяла прихожанам, простым людям, как мы, я, вы, мы вместе, принимать участие в пении словословий, гимнов и заключительных аминь. Это мы говорим о ранней церкви. Чуть-чуть позже, это конец 6 века, начало 7 века, да, реформа Григория Великого, известный римский папа, он поменял все правила. И что он сделал? Он передает общее пение определенной группе профессиональных певцов. Я думаю, что вы знаете, что в католической и в православной церкви, как правило, нет инструментов, они даже запрещены. То есть есть определенная группа певцов, очень маленькая группка, очень часто туда приходят не совсем христиане, да, нанимаются просто профессора из музыкальных училищ, либо это может быть какой-то учитель по вокалу, вообще не имеющий отношения к христианству и к Богу и так далее. То есть у них есть своего рода также проблема в этом смысле. Поэтому я заметил, что то же самое происходит сейчас. Есть церкви такие, как Хилл Сонг, например, да, которая, наверное, прожужжала всем все уши по своей популярности, но тем не менее, какую я проблему вижу? Они убрали хоры, перестали хоры участвовать. Группа прославления выходит на первое место, она прославляет Бога, но очень часто половина церкви не поет или люди просто еле-еле произносят слова. То есть сегодня есть такая же проблема, сатана пытается через то, что популярно. А я вам скажу, что Хилл Сонг очень популярен сегодня в сфере баптистского толка, и пятидесятнического, и харизматского. И в этом есть огромная сегодня опасность, когда мы не понимаем сути, мы не понимаем источника Хилл Сонг, как она была основана, какие проблемы сегодня есть, есть ли там правда, есть ли там ложь. Нам иногда просто не хватает времени, мы просто хватаем это, слушаем, но мы не задаемся вопросом. Я всегда как бы encourage всех людей, чтобы задавайте вопросы, читайте, смотрите, говорите, звоните пастору, одному, второму, третьему, если вы не уверены, но ни в коем случае не кушайте то, что вам сегодня дают. Всегда анализируйте. И я замечаю, что сегодня сатана под видом прославления, казалось бы, да, мы должны славить Бога, в тот момент он уловил многих людей сегодня, миллионы людей, когда на фоне просто прославления в этих церквях не говорится о грехе, не поется о спасении, не поется о том, что тебе нужен Христос, и что, что Христос в центре всего, об этом не поется. Сегодня поется только о том, что славим Бога, прославляем Бога. Как сатана хорошо убирает важные аспекты нашей христианской жизни, теологии нашей, и подменяет красотой музыки, подменяет красивыми словами. Это, знаете, он профессионал, он знает нас очень хорошо, он знает, что мы любим, что нас может уловить, что нам нравится, что нам интересно. Поэтому, естественно, он пользуется этим, и нам нужно всегда стоять на страже. Виды христианской музыки я бы хотел поделиться с вами несколькими. Первый. Но перед тем, как мы пойдем, я хотел бы сказать и поговорить, что же такое музыка. Для меня музыка — это искусство, это какой-то навык, который отражает действительность. Что такое действительность? Для меня действительность — это то, что я вижу, о том я и пою. Если вы сегодня посмотрите на самую большую рэп-индустрию в мире музыки, вы увидите, что рэперы сегодня, они поют о том, что они видят, чем они живут, как они живут, как они общаются, что сегодня и беспокоит. То же самое и в христианской сфере. Наша музыка, эти песни, которые мы переживаем, они не должны быть просто выбираемы и спеты в воскресном служении. Очень важно для тех, кто организовывает музыкальные служения и особенно подбирает песни на рождественское служение, пасхальное служение, пусть это будет обычное воскресное служение, какие песни ты выбираешь. Очень всегда важно иметь порядок. Меня всегда удивляет, когда приезжаешь в церковь в одну другую, и ты видишь, что почему-то самая первая песня о молитве, о молитве, или самая первая песня, может быть, о друзьях, или самая первая песня обо всем и ни о чем. И ты понимаешь, ну, ребята, ну, вы немножко подумайте, то есть церковь собирается для чего, чтобы прославить Бога? Хотя бы, ну, первых две песни дайте именно, не знаю, «Великий Бог, когда на мир смотрю я», да, и много других, которые прославляют Бога, или «Встань, слава с небес приходит», да, знаете эту песню, да, дайте что-то сразу, чтобы человек настроился на прославление, а потом, пожалуйста, молитвенный псалом. То есть этот порядок тоже очень важен, чтобы человека сразу настроить на правильную дорожку. Хорошо, понятие «христианская» и «нехристианская музыка» я долго рассуждал. Не знаю, как вы, но я пришел к выводу, что не совсем это точные понятия, «христианская» и «нехристианская», потому что сегодня слишком все перемешалось. Сегодня очень тяжело сказать, вот это христианская, а это нехристианская музыка, потому что многие гармонии, аккорды из джазовой музыки, они переходят плавно в церковную музыку, по чуть-чуть. Многая аккордика из популярной музыки, она плавно перешла многие годы в нашу церковную музыку. Народная музыка, народные жанры, да, очень быстрые, их гармонии, третий аккорд, да, самый известный, он тоже перешел плавно. То есть здесь в плане гармонии все смешалось. Иногда ты не знаешь, что ты поешь, какой стиль, какой жанр, все перемешано. Поэтому это время, оно очень опасное. Сегодня сатана будет смешивать все в одну общую корзину, а те люди, которые не рассуждают, им будет тяжело отделить. Ты будешь пытаться, но у тебя не будет ответов. Поэтому очень важно понимать, мы поговорим о том, сейчас позже немножко, как лучше все-таки понимать, христианская, нехристианская, или три точки, и на этом остановимся. Хорошо. Как вы думаете, музыка – это поклонение Богу прежде всего, или человеку? Кто-нибудь, братья и сестры? Богу прежде всего. То есть мы, как христиане, понимаем, это поклонение Богу. Но что часто происходит в церквях? Поклонение кому? Человеку. Как это может происходить? Как в церкви может происходить поклонение человеку? Кто-нибудь? Ну вот, может быть, пару каких-то мыслей, идей. Как это может быть? Трудный вопрос. Чаще всего, кто в тексте, в песне, когда роль Иисуса Христа смещается, и на первое место подходит человек с его проблемами, нуждами, радостями, переживаниями. Это человеку – это кручное поклонение. Видите, как хорошо, когда есть человек, который служит вами, который знает ответы на многие вопросы. Друзья, молитесь и поддерживайте. Это хороший ответ. Когда я поклоняюсь человеку или себе, тогда я себя показываю прежде всего. Да, когда, кстати, брат сегодня на Кахоне играл очень хорошо, так все уместно, красиво, чистенько, мягко, вообще не кричаще, фортепиано вообще очень хорошо. И, по-моему, там семерочки были, да? Септаккорды, да? Да, отлично, так все, так мягенько, все уместно. Мягко, джазовые были гармонии, да, немножко? Но это настолько звучит мягко, я вам скажу. Вы, наверное, даже не подумали, что это могут быть джазовые аккорды, да? Ну, не судите строго пианиста, да? Это небесные аккорды, да? Но они очень мягко, смотрите, очень мягко. Ты даже, как бы, если ты не знаешь в этой теме ничего, то для тебя это... Отлично, хорошо, все. И не задавайтесь вопросом, все нормально, все очень хорошо. Хорошо, исполнение духом, что оно мне дает? Вот, что я заметил, я немножко сейчас стал возрождать эту традицию у себя дома. Мы стали петь. Вот в воскресенье или суббота я просто зову Авенера или Назара, кто когда свободен, говорю, давай мы просто будем все песни петь подряд. Любые, там современные, несовременные, там старые, классические наши песни. И мы просто поем. Пять, шесть, семь песен, и потом мы идем наверх, на второй этаж. И знаете, это создает атмосферу дома, церкви, на работе. Я заметил, что многие семьи сегодня, даже большинство, потеряли эту традицию. Мы перестали петь. Мы когда собираемся на всякого рода встречи, я не знаю, вечеринки, baby showers, там, не знаю, все что угодно. Дни рождения. Мы говорим обо всем, что угодно, но мы не говорим о Боге. Мы не обязательно постоянно проповедовать, да? Кто-то скажет, ну что ты постоянно за это говоришь? Зачем ты опять об этом говоришь? Но почему нельзя спеть пару песен? Почему нельзя прославить Бога? Почему нельзя, ну, помолиться, да? Ну, мы молимся, понятное дело, но мы потеряли культуру пения. И во многом от этого страдают наши дети, подростки, молодежь, потому что вкус им не прививается. Они не понимают. Вот я, что я делал с самого детства для Назара, моего старшего, я всегда играл ему музыку классическую и романтическую. Шопен, Лист, Вагнер, симфонии Бетховена, потом Энио Мориконе, это уже 20 век. И он уже привык к этому вкусу, и он слушает вот такую музыку сейчас. Он не слушает другую. Он говорит, это какой-то трэш, я не могу этот рэп слушать, хип-хоп, я не могу это, это просто меня корежит. Я захожу, у него там Шопена сонаты идут, он включает себе на этот, называется этот инструмент, Google, как этот спикер. Ну, известный спикер, ты с ним говоришь. Как он называется? Алекса, да. Помню, в моей голове, ну, бывают такие моменты. Поэтому очень важно, когда мы воспитываем этот вкус с детства, и это пребывается. Если мы это упустили, нашим подросткам и молодежи будет тяжело. Они будут не иметь этого вкуса, они будут страдать от этого. Они будут понимать, что современная музыка, она не всегда качественная. Она часто дешевая, очень простая, элементарная. Это как бы, я называю это дешевка. Мы не должны пользоваться такой музыкой. Наша музыка, она должна быть глубокая и нести месседж. Хорошо. Первое. Для меня христианская музыка, это музыка с христианскими текстами. Если вы согласны, покачайте головой. Хорошо. Прежде всего. Хотя, кто-то сегодня скажет, нет, не обязательно. Музыка с христианскими текстами, не обязательно. Это может быть что-то нейтральное, но с хорошей такой мягкой музыкой. Безусловно, нет. Это должна быть музыка с христианскими текстами. А вот с какими, это уже второй вопрос. Если вы посмотрите группу «Открытое небо», например, одной из старых, вы увидите, какие там есть интересные слова. Не буду я сейчас произносить, но там и не очень хорошее выражение. То есть, естественно, когда ты поешь такие слова, ты понимаешь, что что-то не так. Так, эта песня не будет appropriate в church. Это будет что-то непонятное. Второй вид – это григорианское пение. Это вид пения, который сложился тысячелетиями. Когда в основном это были мужчины, братья. Это было, как правило, либо что? Помогите. Одноголосие или двуголосие григорианское пение? Может, кто-то слышал, знает. Одноголосие, как правило. То есть, не было разбивки на голоса. Сопрано, альт, тенор, бас. То есть, это было все. Но как оно исполнялось? На протяжении тысячелетий оно пелось. Это были хоралы, это концертные мессы, это кантаты. Это гаспл-музыка, которой, конечно, кто-то может относится не совсем положительно. Но, тем не менее, это музыка, которая была в церквях многие сотни лет. Православная католическая литургия, акапельное пение. Когда я слышу, вот и моя мама очень любит путешествовать, и она ездит по разным церквям, я у нее всегда спрашиваю, что ты слышишь? Какую музыку? На чем люди играют? Она говорит, в одну церковь ты приезжаешь, там только акапельное пение, поставленное на высочайший уровень. Понятно, что разные жанры. В другую церковь ты приезжаешь, там есть и барабанная установка. А в третью церковь ты приезжаешь, там есть кахон. В четвертую ты приезжаешь, там вообще нет никаких инструментов. А в четвертую приезжаешь или в пятую, там есть саксофон. То есть это уже зависит от культуры по местной церкви, но мы поговорим об этом позже. Хорошо, в современном мире какие жанры сегодня популярны? Что сегодня уместно? Это рок-музыка сегодня в своей легкой форме. Мы ее называем легкий рок. И мы сегодня слушаем ее очень часто. И часто в церквях она поется. Мы называем ее пап-рок. Хип-хоп, рэп, музыка сегодня звучит на проповедях. В церквях хиллсонг, когда во время проповеди звучит рэп. И нормально ли это в церкви сегодня? Я считаю, что когда мы приносим культуру этого мира, когда мы приносим те жанры, которыми пользуется этот мир, в этом есть огромная опасность. Кто-то со мной, может быть, поспорит и скажет, ну как, если я спою это в легкой форме, может быть, не так экстремально. Но самое интересное, что когда ты сатане даешь руку, он отхватывает все. Все начинается с маленького, а потом разрастается. Потому что всегда есть искушение. Всегда есть искушение. И знаете, таких людей мало. Я бы сказал, таких людей единицы, которые настолько тверды в вере, насколько имеют стержень внутри своего сердца, что они никогда не соблазнятся. Они никогда не упадут, если они будут рисковать и слушать постоянно рэп-музыку. Они не уйдут от Христа. Мы не можем это сказать. Таких людей практически нет. Да, то же самое, когда мы говорим о том, что есть люди, которые выпивают в церкви. Все начинается с малого. Человек говорил, я никогда не буду это делать. А потом у него появляется алкогольная зависимость. Человек всегда говорил, никогда. Я никогда не попаду на искушение дьявола. Но он попадает. Особенно, когда мы говорим, никогда. Хорошо. Духовная и недуховная музыка. Давайте вернемся чуть-чуть назад. Помните, я говорил, что понятия христианская и нехристианская музыка, они, ну, несколько размытое понятие. Сегодня все перемешано во многом в стилях, в стилистике, в исполнении. Даже многие наши сегодня певцы в церквях поют в эстрадной манере. Да, как поет Ариана Гранде. Да, делая какие-то большие скачки, прыжки, там, пентатонику используют и так далее. То есть другие нет, другие очень скромно поют в рамках, приличии и так далее. Для себя я определил, что лучшее понимание музыки – это духовная и недуховная музыка. Давайте поговорим. Хотя, кто-то из вас, наверное, скажет, вся музыка, она духовна. Даже если она приходит от сатаны. Согласны? Она тоже духовна, потому что все приходит с духовного мира. Но для себя, для человека, я пытаюсь все равно разграничить, отделить и сказать, хорошо, эта музыка духовна, это недуховна. А теперь давайте поговорим, почему. Духовная музыка, она прежде всего говорит о Боге. Кто-то скажет, ну, современные прославления тоже говорят о Боге. Зачем же ты придираешься к современному прославлению? Но! Если в прославлении в современном сегодня говорится сегодня о спасении, говорится сегодня о грехе, о том, что ты грешник, что тебе нужен Христос, что Христос – это центр вселенной, говорится сегодня об этом или нет? Или это только прославление? Я очень encourage people, которые любят со мной спорить, может быть, или обсудить что-то. Я говорю, поищи. Перед тем, как ты задашь вопрос, пойди, возьми 20, возьми 30 современных песен сегодня и проанализируй текст. In and out. Проанализируй его. Посмотри, какие слова, какой месседж этой песни, о чем здесь говорится. И если ты глубоко копнешь, посмотришь 20-30 песен, возьми 50 песен, если у тебя хватит времени, конечно, и проанализируй, и ты увидишь огромную разницу, и ты увидишь общий месседж, который сегодня дается в современном прославлении. Поэтому баланс размышления, критичный ум, который нам дал Господь, да, мы же не люди этого мира, которые просто бездумно сегодня принимают решения, делают глупые ошибки, Бог нам дал ум просветленный, поэтому нам нужно рассуждать. И рассуждать честно, не обманывать себя, нет, но рассуждать честно с Богом, один на один в молитвенной комнате. Не духовная музыка, о чем она говорит обычно? О расставании, о человеческой любви, какие-то эмоции, какие-то переживания. Сегодня тренд, который я вижу сегодня в современных песнях, это депрессия. Это суицид, это нелюбовь к женщинам, это человекоцентричность, когда все сконцентрировано на мне, все для меня, либо у меня все плохо, какие-то переживания постоянные. То есть все сконцентрировано на человеке. И вся теория, если вы знаете эпоху Ренессанса, да, и позже, многие философы, они проповедовали что? Христоцентричность или человекоцентричность? Человекоцентричность, человек в центре вселенной, человек может сделать все, что угодно, и в сфере музыки так же. И это влияло на музыкантов, на композиторов. Естественно, они писали произведения, основываясь на своих эмоциях, на своих переживаниях, на тех книгах, которые они почитали и так далее. В Ефесянам 5,19 такие слова записаны. «Но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». А теперь давайте посмотрим подсрочный греческий перевод, что же здесь написано. У вас это справа. «Но наполняйтесь в духе, наполняйте себя в духе, говорите сами себе, сами себе, в псалмах, гимнах и песнях духовных». И дальше важнейший момент. Смотрите, в нашем традиционном переводе, каноническом, я уже иногда называю его «сильно дальний», но не всегда. Не всегда. Я очень люблю его, честно говоря. Он говорит, «играющие псалмы сердцем». «Играющие». Именно слово «играть» на музыкальных инструментах, поставлено в подсрочном греческом переводе, в оригинале. То есть, здесь не совсем точный перевод. То есть, инструмент и музыка, и слова, это все вместе, когда соединяется, это мощная сила, через которую ты можешь проповедовать Слово Божие, определенные идеи о спасении, о мысли, о главной концепции христианства, ты можешь говорить. Если этого нет в словах, естественно, теряется общий смысл. Какая бы музыка ни была, даже самая умиротворенная, самая спокойная, самая божественная и так далее, в нашем понимании. Хорошо. Давайте поговорим, что такое псалмы. Я всегда интересовался этим. Я надеюсь, что вы тоже, некоторые из вас, может быть, что-то новое будет. Это богодухновенные произведения Давида и Асафа. Как правило, псалмы. Слово псалом. Как оно переводится? Кто-то знает? Что делать? Псалом, псалом. Струны, да? Щипать их, да? То есть, играть на инструменте и в это время петь, аккомпанировать. Понятно, что у Давида не была такая арфа, как мы сегодня видим ее. Там звук очень божественный, красивый. Это был небольшой маленький инструментик. Мы даже до конца не знаем, как это выглядело, честно говоря. То есть, прошло много тысяч лет. Да, те находки, которые есть, но если это было деревянное, то этого давно нет. В ветхозаветные времена, они сопровождались игрой на струнных инструментах, таких как арфа. Но это не та арфа, которую мы знаем сегодня. Пожалуйста, понимайте этот вопрос. То есть, те инструменты, которые были 3 тысячи, 4 тысячи лет назад, совершенно в корне отличаются от того, что мы имеем сегодня. Даже элементарно гитара, аккордеон, таких инструментов никогда не было. Это уже произведение, так сказать, 19-20 век и так далее. То есть, многие инструменты были созданы гораздо позже. Хорошо. Псалмопение в собрании древних христиан или ранней церкви всегда было номер один перед Евхаристией, когда люди принимали вечерю. То есть, это настраивало сердца людей на слышание слова, на размышления, и люди были готовы воспринять. То есть, человеку нужно настроиться. Как мы обычно приходим после тяжелой рабочей недели, мы уставшие, да? Нам нужно настроиться, помолиться, поговорить с Богом один на один. И псалмы – это тот момент, конечно, в данное время мы не поем псалмы. Мы не поем псалмы в наши времена. Почему мы не поем псалмы? Потому что псалмы – это произведение Давида. Это те псалмы. Сегодня не так много композиторов, которые пишут именно ноты, мелодии, ритм для псалмов Давида. Я знаю, ну, не так много одного человека, еще одного, двоих, которые пишут, Ну, мы знаем, наверное, Псалом 22, да? Как он начинается? Знаете мелодию, да? Господь мой пастырь, Я не буду ни в чем нуждаться. Вот, это вот красивая мелодия. И таких немного. Поэтому, когда мы говорим псалмы, мы поем псалмы, но это не совсем точно будет, да? Потому что все-таки это несколько другая сфера. Хорошо. Псалмы, и вообще в истории церкви, во время дворцовой церкви, Византия, да, вот мы говорим о византийских православных императорах, музыка всегда была. Псалмопение всегда было. И на протяжении многих сотен лет именно пелись псалмы, которые сочинял сам Давид Иосаф. Это было очень важно. Позже, понятно, поменялось в наше время. Мы не поем псалмы, мы поем другую вещь, которую мы называем славословие. Или мы называем ее гимны. В греческом оригинале мы находим слово именно гимны. Оно чуть-чуть по-другому произносится, да? Ну, я по-русски просто это сделал. Гимны – это поэтические произведения, созданные самими христианами. Это, наверное, у нас самый популярный жанр, который есть. Да, сегодня многие пишут слова, потом перекладывают на музыку и так далее. Мы поем именно словословия или гимны, но не псалмы. Псалмы мы поем реже. И почему-то я не знаю. Ну, нам тяжело понять мелодии, да? Какие мелодии были? Мы не знаем их. Это прошло тысячи лет. И как Давид пел псалом первый, да? «Блажен муж», я не знаю, как он его исполнял. Возможно, это была красивая мелодия, но я не знаю, какая. Естественно, это очень сложно сделать. Хорошо. Песнопения духовные или в греческом мы находим слово «оды» или «одэ». Что здесь? Это песни, которые мы также не поем. Песнопения духовные – это песни, данные спонтанно Духом Святым. То есть в ранней христианской церкви у них не было сборников песен «Возрождение». У них не было каких-то напечатанных нот. Мы об этом даже не говорим. Мелодии передавались от человека к человеку, от сына к отцу и так далее, да? То есть все запоминалось. Понятно, где-то записывались слова, но ритма как такового не было, да? Это было такое время нелегкое, я бы сказал. Мы благословены, что мы имеем ритм сегодня, мы можем записать, мы имеем современные технологии, да? Когда сегодня ты можешь просто играть на фортепиано, и компьютер за тебя записывает уже мелодию, ты даже… ничего тебе не нужно делать, чтобы как-то писать это на бумаге. Как все сегодня облегчилось. Но в те времена Господь во время ранней церкви Он давал песнопения именно во время служения. И это были те гимны, которые вот, не знаю, у нас этой традиции уже нет, мы потеряли. Может быть, мы где-то духовно упали, может быть, вот этот момент у нас упущен. Вот я советую вам сделать такой немножко поиск, порассуждать, подумать над этой темой. Вот как мы можем в какой-то степени вот вернуться к этой теме, именно песнопения духовные. Это очень сложно, да? Это именно когда Господь тебе посылает именно в этот момент, именно этот псалом, именно для покаяния этих людей или для ободрения этой церкви и так далее. То есть именно Дух Святой дает. Глубокий вопрос, да? Вот порассуждайте дома, поговорите. Вот интересно, что вы… к чему вы придете? Есть такой известный священник, он был убит несколько лет назад. Он занимался тюремным служением в православии очень сильно. Он служил, он писал, и он говорил, что псалмы – это молитвословие, это молитвы царя Давида. Гимны – это песни благодарения, а оды духовные – это песни хвалы. Это так он для себя определял именно вот то, что мы называем, да? Оды. Оды, когда мы говорим, знаете, да? О, да Бог, да? Пространством бесконечный. То есть это нечто, что приходит к тебе сейчас. Знаете, я вспоминаю Александра Сергеевича Пушкина, известного русского писателя, да, поэта, который просто не мог усидеть на месте, к нему постоянно в голову приходили стихи. Он сидел, кушал в ресторане или там где-то в какой-то таверне, и он буквально на салфетке успевал написать несколько стихов, он не успевал доедать, он все бросал, он бежал домой, хватал листок бумаги, и если он успевал, то он записывал эти стихи. Стихи просто шли над стоп в его разуме. То есть иногда вот этого ощущения нам не хватает, вот этой близости к Богу. Мы во многом современные поколения, и средние, и старшие, мы потеряли этот контакт, когда Господь дает нам сразу эти мелодии. Это очень сложно. Это иногда непостижимо, это кажется, ну как? Как тебе Господь может вот так сразу дать, и ты сразу будешь это петь? Я экспериментировал немножко с этим, я пробовал сходу как бы что-то петь. Это нелегко. То есть это Господь должен тебе именно дать, именно в этот момент. Но это очень интересная практика, когда ты вот сходу что-то поешь. Хорошо. Положение музыкального служителя в церкви. Как вы думаете, важно понимать эту тему или нет? Важен ли музыкальный служитель? Не важен. Он занимает, может быть, 10-е, 20-е место в иерархии церкви. Покачайте головой, если это важно. Если нет, то кто-то, может быть, нет, не так важно. Хорошо. Единство как бы, да? Кто-то, может быть, не согласился, но так как-то не отреагировал. Ну хорошо. Для меня очень важно. Для меня, конечно, важно прежде слово, затем музыка, а в идеале все вместе, ибо музыка часто несет главную именно проповедь. Через музыку мы должны проповедовать, да? Через инструментальную и через произношение слов. Хорошо. Чарльз Сперджин как-то сказал, что мои музыканты и певцы – это мое военное министерство. Это самое главное, да, в любой стране, в Соединенных Штатах, это Россия, это Украина, да, кто самый главный, кто самый сильный, да? Это военные, да, которые защищают страну, которые препятствуют проникновению врага на ее территорию. Он понимал, его церковь порядка, если я точно помню, была порядка шести тысяч человек. Естественно, там были большие хоры, большие оркестры, то есть для Сперджина это было очень важно, несмотря на то, что, может быть, мы имеем разные отношения к нему и так далее, но тем не менее, для него музыканты были очень важны. Давайте посмотрим. Первое, параллель поминон, 9.33, такие слова. Певцы же, главные в поколениях левицких, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься чем? Искусством своим. Да, у нас нет таких возможностей сегодня, чтобы мы оставили свою работу, мы пришли сюда и мы практиковались. У нас жизнь есть своя, да, современность, мы должны где-то учиться, ходить на работу, куда-то ехать и так далее. Но в чем интерес у меня был? Когда я изучал этот стих, я подумал, хорошо, были определенные люди, главные в поколениях левитов, а левиты это был отделенный народ, не гордый народ, а отделенный и смиренный. Очень часто у нас в церквях это заменяется, да? Хористы считают себя такой кастой высших. Иногда это самый сложный народ, с которым очень тяжело говорить, они очень такие нелегкие на подъеме иногда бывают. Но это не в обиду хористам, это вот такое, есть такое направление в христианстве. Хорошо, здесь есть место, храм, здесь есть определенное время, день и ночь, когда мы работаем над тем, чтобы наше музыкальное искусство, оно стало лучше для кого? Для нас? Нет. Но для Бога прежде всего, да? Чтобы показать Бога, чтобы донести человеку неверующему, так же и верующему главный месседж этого текста. Вот когда я пою песню, что я пытаюсь иногда делать? Я использую девятый аккорд очень часто, называется он нон-аккорд. В конце песни, когда я не заканчиваю на устойчивую нотку, а я заканчиваю на неустойчивую, чтобы в конце был знак вопроса, чтобы люди почувствовали в церкви, он не закончил. Значит, знак вопроса, ты должен задуматься. Вот этот символизм я очень люблю, когда, или когда в мелодии нарастает драматическое какое-то, да? Мы поем «Великий Бог, когда на мир смотрю я…» Я думаю, здесь нельзя скучно играть, здесь ты не можешь, ты должен добавить побольше аккордов, как-то более серьезно, серьезные аккорды должны быть, погромче правая рука, левая потише, да? Не забываем за это. То есть, насколько важно здесь показать этот характер, а не играть просто ровно. Если моя душа, она не следует за словами, она не прославляет Бога через мою игру или пение, я скучно стою с грустным лицом славянским иногда, и на меня страшно, неинтересно смотреть, никакого facial expression у меня нет, я грустный, грусть печаль моя. Наоборот, когда я играю, я должен вдохновлять тех людей, которые после тяжелой жизненной недели, они пришли сюда, они упали на это кресло, и они хотят услышать Слово Господне, они хотят услышать пение, которое ободрит, даст им драйв на следующую неделю, на месяц, чтобы они росли, чтобы им хотелось жить. Потому что иногда жизнь в Америке нас закручивает в такое колесо, что мы не успеваем иногда на небо посмотреть. Как красиво, правда? Посмотрите. Хорошо. Еще один стих. Ахинания, тоже первый параллель поминон, начальник левитов был учитель пения, потому что был искусен в нем. Уже тогда при Давиде, если вы посмотрите, по-моему, это 15 глава или чуть-чуть раньше, первый параллель поминон, что Давид назначил музыкантов, которые отвечали за это, за это и за это, определенное количество музыкантов. Для Давида было очень важно, чтобы народ, когда он будет прославлять Бога, и петь, чтобы все это вместе сливалось именно в единство церкви, чтобы церковь объединялась, чтобы израильский народ был вместе, как в один кулак сильный, чтобы его нельзя было сломать. Поэтому, когда в наших церквях есть люди, которые разбираются, поддерживайте их и молитесь за них, чтобы гордость не одолела сердце их. Ибо это очень часто тоже приходит, когда мы начинаем показывать себя, но не Бога. Поэтому смирение, смирение, еще раз смирение в этом смысле, да? Навык, скилл, как мы говорим, но в смирении перед Богом. Хорошо. Скоро будет небольшой брейк. Развитие музыкального служения, принципы решения проблем. Давайте об этом поговорим. Перед тем, как я начну, хотелось бы кратко немножко. Очень важно, когда я хочу решить ту или иную проблему, смотреть на мнение других людей и на мнение Бога. Прежде всего, Бога и людей. Это как бы такая связочка очень важная. Вот это помните, когда мы будем говорить сейчас. Хорошо. Давайте почитаем. Филиппинсам 2-3. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрю, почитайте, как там, один другого выше себя. Вот этот момент, который для музыкантов очень чувствителен, для музыкального служителя, музыкального пастора. Я знаю, в Миннесоте музыкальные пасторы есть, даже такое есть, такая должность есть. Очень интересно. Когда я ставлю другого выше себя, что происходит со мной? Я приобретаю уважение этого человека, которого я поднимаю. Если я, наоборот, только ставлю себя, что я знаю лучше, я делаю эти запреты, то я уважения не зарабатываю. Но когда мы в музыке, когда мы все вместе, как хористы, как оркестранты, как группа прославления, когда мы поднимаем друг друга, когда мы ободряем друг друга, несмотря на то, что может ошибки какие-то где-то, но мы поддерживаем, мы стараемся, мы подтягиваем, мы молимся. Когда мы вовлечены и мы подтягиваем друг друга, наше служение будет расти для Бога, оно будет укрепляться. Когда мы будем друг за друга говорить, за спиной, плохие вещи где-то обсуждать, не в лицо говорить, это будет разрушать наше служение. Это очень важно помнить. Хорошо, давайте посмотрим. Первое. Регулярные встречи музыкальных руководителей внутри церкви, это может быть пастор, музыкальный пастор, регент, пианист, дирижер, дирижер оркестра. Что я заметил, это очень хорошая традиция, если это делать. Когда в церкви есть музыкальный совет? Я сейчас думаю об этом уже несколько месяцев, но это немножко сложнее у меня сделать в церкви, скажем. Но мы думаем об этом, чтобы сделать музыкальный совет людей, которые будут вовлечены, которые будут решать музыкальные вопросы и с лидерской командой церкви. Когда мы можем встретиться раз в 4 месяца, например, поговорить, обсудить, какие проблемы, какие переживания, молитвенные нужды и так далее. Это очень важный момент. Это помогает нам раскрыть наши сердца, не быть закрытыми, более быть открытыми и работать. Коммуникация сегодня – это то, с чем сегодня славянское общество страдает очень сильно. Начиная с высшего звена и до низшего. Отсутствие коммуникации. Во многих церквях ее просто нет. Иногда ты приезжаешь в церковь и спрашиваешь, у вас есть какой-то музыкальный совет? Или у вас есть какое-то общение, например, служителей, внутри музыкальных групп, какие-то встречи? Нет, у нас этого нет. Конечно, тогда на этой почве возникают что? Разногласия, недовольство, непонимание. Слава Богу, что у вас все сбалансировано. Это очень хорошо. Я рад. Но если у вас есть возможность сделать этот какой-то совет, вот сегодня была встреча в Доме Романа, замечательно. Вот если такое сделать, может быть, в церкви даже раз в 4 месяца, когда и пастор присутствует, и он в курсе событий, он понимает, что происходит, какие нужды, какие переживания молодежи. Я иногда говорю, я просто думаю сейчас, как это организовать. И я пришел к некоторым выводам, что хорошо, когда есть музыкальный пастор, есть регенты, дирижеры, есть пианисты, пусть их будет 2-3, но чтобы они приходили, чтобы они были в курсе, чтобы они тоже, они дают хорошие советы иногда нам, знаете. Мы думаем, пианист, пианист, а он, наверное, такие советы даст, не в брови в глаз скажет. И ты скажешь, окей, я проснулся, давайте будем делать вот это, потому что это реально хорошая вещь, common sense. А чтобы это были люди, представители из хора, обязательно два человека из хористов, чтобы не просто дирижер был, или два человека из оркестра, может быть, просто из членов церкви какой-то активист, один человек или два, чтобы это был какой-то такой расширенный небольшой совет, который бы помог немножко расставить все точки над «и». И это очень помогает нам коммуницировать, понимать друг друга. Знаете, что я заметил в своем, как бы, я преподаю в школе, да, 6 класс, и я заметил, что когда директор не посылает никакие имейлы учителям, никакой коммуникации, каждый делает все, что ему угодно, начинается полный кавардак в классах, проблемы с дисциплиной, проблемы с пониманием, учителям никакие идеи, мысли не даются, они не знают иногда, то есть даже с опытом учителя он может делать неправильные вещи, он может что-то упускать и так далее. Поэтому директор — это тот человек, который коммуницирует со всеми, со всеми, он помогает учителям становиться лучше, он поддерживает их, он дает им идеи. И ко мне недавно тоже приходил директор, второй раз уже приходила, но она мне дает маленькие такие вот замечания, небольшие буквально, то есть, в принципе, ее все устраивается, я все делаю хорошо, так что, слава Богу, в этом смысле я вроде бы пока двигаюсь вперед, но тем не менее она дает мне советы, и я следую этим советам, это помогает мне расти, потому что она видит все здание, да, она бывает в каждом классе. И поэтому, когда с разных отделений церкви мы собираемся, пусть это будет раз в 4 месяца, пусть это будет раз в полгода, от возможности зависит церкви местной, но это очень хорошая идея, поэтому подумайте, если вдруг у вас будет такая возможность, может быть, сделайте, я думаю, это будет очень хорошо, потому что коммуникация — это очень важный такой инструмент. Хорошо. Второй. Уход от зацикленности только на своем служении. Бог просто дал мне такую возможность быть сейчас в Медвесте по хоровому служению. И я заметил, что есть огромная проблема, я думаю, что и здесь так же, и на другом берегу Америки, когда лидеры музыкальных служений, они только зациклены на своей церкви, только моя церковь, это служение, никакого коммуникации с другими там дирижерами, регентами, музыкальными пасторами, даже служителями просто элементарно спросить, этого нет. И когда ты пытаешься всех собрать в одно, как же это сложно. Как же это нелегко? Как же мы действительно, нам иногда христианам, музыкальным лидерам особенно, нам сложно быть легкими на подъем, нас тяжело иногда поднять с нашего места. Хорошо, когда это легко, но как часто мы музыканты, мы бываем очень тяжелые, нам тяжело коммуницировать. Но когда мы коммуницируем, я заметил, мы становимся лучше, мы перенимаем какие-то идеи, какие-то проблемы, мы решаем сразу кучу проблем, потому что мы видим, что не только мы одни страдаем, не только у меня в хоре проблема коммуникейшн, у меня такой хорист не очень хороший, он постоянно шумит или на телефоне постоянно сидит, ему уже 10 раз сказал, а он сидит, тебя не слушает, развалился на сидении, и отдыхает, ничего не делает. То есть другие тоже переживают эти проблемы, поэтому когда мы вместе собираемся, мы видим нужды друг друга. Это же ведь главная задача христианства, помогать. А когда мы разъединяемся, это не совсем хорошо, это сеет раздор между нами, поэтому объединяйтесь, встречайтесь, говорите, это очень важно. Хорошо. Регулярные контакты, но я об этом говорил, когда мы встречаемся с другими музыкальными лидерами, мы что-то обсуждаем, перенимаем опыт. Вот в Массачусетсе, когда была встреча трех объединений, замечательно, я поговорил с несколькими регентами, дирижерами, пианистами, они сказали свои нужды, и как-то ты понимаешь, что ты не один на земле, как бы такие люди тоже есть, которые тоже переживают, которые тоже такие посвященные Богу, они хотят поменять церковь, они хотят сделать прославление лучше, они хотят, чтобы в церкви были и оркестры, чтобы потом эти оркестры не были просто для церкви, и хоры, чтобы они выезжали за пределы церкви и благовествовали американцам, например. То есть вот главная цель, организовать, а дальше выдвигаться, выходить из здания церкви, выходить налево и направо и служить людям этого мира. Хорошо, умение находить точки соприкосновения, это, наверное, то, что самое сложное для нас, потому что мы все вырастаем в своей какой-то сфере, мы читаем разные книги, мы смотрим разные интернет-ресурсы, разные, может быть, какие-то социальные медиа, у нас разный круг общения, у нас разные образования, мы приехали с разных стран, но нам нужно находить точки соприкосновения. А чтобы находить, чтобы понимать друг друга, я даже соединил бы даже, да, умение слушать собеседника, нам важно уметь немножко отступить назад. Когда у нас не хватает терпения и смирения, когда мы не готовы выслушать другую точку зрения, проблема гордости у нас, не у собеседника нашего. Мы иногда насколько костенеем в своих музыкальных традициях, предпочтениях, вкусах, желаниях, что мы не хотим ничего другого слышать, мы не хотим никаких изменений, мы ничего не хотим. Я вот слушал только акапельное пение, я буду слушать его до конца своей жизни. Я только слушал классическую, традиционную христианскую музыку, и до конца я буду слушать. То есть мы живем в коробочке, многие из нас, поэтому очень важно понимать, что если я хочу, чтобы церковь была единой, еще больше крепла, чтобы сатана не мог ничего сделать, мы должны уметь иногда чуть-чуть быть, be flexible, как мы говорим, да, чуть-чуть отступи, да, и потом, если ты нашел понимание у этого человека, он понял, что ты его услышал, ты его понял, хорошо, а дальше уже будем разбираться, как можно что сделать, да, в рамках Писания, в рамках Божьего закона. Хорошо, мы говорили об этом буквально кратко, умение ставить других выше себя, да, поднимать, возвышать. У меня есть второй дирижер в хоре, он приехал с Украины, город Харьков, и знаете, я также даю ему дирижировать, я говорю, Женя, пожалуйста, приготовь 2-3 песни, ты сегодня дирижируешь, это нормально, я сажусь в хор, я без всяких плохих мыслей, окей, хотя он не профессиональный дирижер, но тем не менее, я радуюсь, когда он выходит и он участвует. Да, я вижу, что некоторые хористы этим недовольны, 2-3 человека обычно выходят, когда он начинает свои песни, да, кто-то может недовольный, но он сидит, потому что, ну как бы, ну надо, я же не могу опозориться, я должен сидеть, как моя репутация, это гордость, это гордость, мы должны все учиться, а он иногда так жестко может сказать, знаете, я чуть, может где-то мягче, хотя не всегда, но он может жестко сказать, сестры, ну что вы сидите с телефонами, уберите их, сейчас пение идет, ну не в обиду сестрам, конечно, как бы он прав, да, может быть он не в той манере это сказал, надо было чуть-чуть помягче, но некоторым иногда нужно так сказать, потому что до некоторых иногда не доходишь, ты говоришь десятый раз, человек не понимает, то есть трепетные отношения к тому, что ты делаешь, очень важно, когда ты делаешь служение, ты должен понимать, для кого ты это делаешь, что ты делаешь это для Бога, иметь страх Божий прежде всего, тогда ты будешь понимать, зачем Реген просит тебя убрать телефон, зачем группа прославления, а ты сидишь на телефоне и текстуешь в последний момент, отложи этот бизнес, сфокусируйся на Христе сейчас, сфокусируйся на том, что ты делаешь сейчас, чтобы ты сделал это качественно. Хорошо. А, последний момент. Умение предлагать альтернативу. Я это замечаю просто сплошь и рядом, но не в вашей церкви, хорошо? То есть у вас как-то по-другому все, я не знаю, но это я не льщу вам, это так и есть. Может быть, я не знаю все до конца, но по крайней мере то, что я сейчас понял, у вас очень хорошие отношения, это очень слава Богу. Я вижу, что очень часто, когда мы делаем определенного рода запреты, это нельзя, это нельзя, мы не показываем альтернативу. Хорошо, что можно? Покажи альтернативу, что я могу использовать вместо этого? Например, скажем, барабана нельзя, да, у вас нет барабана, да? Хорошо. Что мы можем вместо барабанов, чтобы немножко поддерживать бит, чтобы люди слышали? Потому что в больших церквях, я заметил, люди вообще ничего не слышат. Не в обиду братьям и сестрам. Люди просто реально опаздывают. Фортепиано еле-еле слышно. Реально народ опаздывает. И пианисту приходится очень-очень стараться, или там саксофонисту, или гитаристу, чтобы народ услышал и следовал четко пульсации. Да, раз, два, три, четыре, раз. А этот инструмент маленький такой, он помогает очень хорошо отбивать пульс, удар. И тогда ты четко слышишь, и ты не отстаешь. Это помогает также и группе прославления очень сильно. Это реально помогает, это реальный опыт. Главное, конечно, чтобы кахон не перекрывал всех остальных. Ну, ему будет очень, наверное, тяжело это сделать, да? Звук не тот, да? Это, кстати, очень хорошо. Барабан, конечно, может греметь на всю катушку, а вот этот инструмент нет. Кахон, он более все равно мягкий. В нашей церкви тоже используется кахон, скажем, последний год. Это все в рамках приличия, то есть, что я понимаю под рамками приличия, когда он не перекрикивает другие инструменты, но я четко его слышу, это дает мне четкую пульсацию, и я не опаздываю, когда я пою песни. Это очень мне помогает. Поэтому, чем больше людей в церкви, если это тысячи человек, очень тяжело услышать пианиста, это практически, ну, реально тяжело. Поэтому должно быть что-то, что дает тебе пульсацию и бит. Мы же тоже в фонограммах, да, когда слушаем фонограммы, там же тоже есть барабаны, да? Ну, если быть честными до конца, и не врать себе, они там есть, но мы к ним не придираемся, да, потому что мы их не видим. Но когда мы видим это дело, и наша реакция моментальная сразу, о, это от сатаны, уберите это из церкви. То есть, или кахон, это не от Бога, давайте уберем. Нет. То есть, поэтому очень важно быть честным к себе, да, чтобы наши традиции, наши вкусы, они не ломали ту традицию, которую мы хотим, может быть, внести в церковь, попробовать иногда. Почему бы и нет, да? Можно разнообразить. Бог, Он разнообразный, Он любит разные виды прославления, да? Понятно, что все в рамках должно быть более-менее, да, иначе можно разойтись широко. Ну, хорошо. Мы можем сделать небольшой брейк, спеть песню? Я думаю, что вы устали, да, Споем, да? Или можно продолжать? Или споем, да? Давайте, участие или по песне? Одно, да? Спасибо, братья. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сына Его Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Верую я в Христа Верую я в Христа Верую я в Христа Верую я в Христа Верую я в Бога Онсан Сына Его Иисуса Христа Верую я в Бога Онсан Сына Его Иисуса Христа Субтитры создавал DimaTorzok Слава Богу! Спасибо, братья, за такую глубокую песню. Есть один вопрос, на который я частично ответил Он здесь еще один Но я могу его немножко придержать, если можно, до следующего брейка Я хочу как можно побольше сегодня Насколько Бог позволит сказать В некоторых церквях говорят, что фонограмма и барабаны это грех Как вы считаете? Ну вот частично мы говорили Мы сейчас об этом коснемся, когда будем идти через презентацию Хорошо, ну вот хотя бы насчет фонограммы могу ответить половинку, окей? Значит, когда мы используем фонограмма Это, наверное, самый легкий способ, который мы можем найти Когда у нас нет музыкантов в церкви, вокалистов Ну, хороших, да, может быть, или там нет инструментов Это, наверное, самый легкий способ, да? Даже для хора, если нет пианиста Ты просто что делаешь? Ну, ты ставишь фонограмму И многие церкви, я знаю, так и делают То есть, потому что, ну, нет реально человека, который играет хорошо И они ставят фонограмму Это самый простой способ Но я вижу, что у вас таланты в море Вам не нужны эти фонограммы Вообще их не используйте Наоборот, у вас люди, которые играют на инструментах Используйте их Пусть они играют живую музыку Это же лучше всего, когда вы будете играть живую музыку Она больше даже коснется сердец иногда, чем фонограмма Я не против фонограммы, нет Я за качественную фонограмму, не дешевку Сегодня, как правило, очень часто пишутся очень простые фонограммы Потому что они основаны на папсе Да, как я говорю, грубое слово, такая популярная музыка Но когда туда добавляются, может быть, скрипочки Дополнительный какой-то орган, арфа, кардион Что-то вот такое насыщенное, глубокое Мне очень нравятся такие фонограммы Когда они действительно хорошо сделаны Когда они качественные Там чуть ли не весь оркестр Да, я за такую фонограмму, это 100% Но если она такая простенькая А у вас в это время есть куча людей, которые могут играть Зачем вам нужна эта дешевка? Вам это не надо Используйте людей, которые у вас есть Используйте их таланты Наоборот, продвигайте их У них будет больше мотивации играть И у молодого поколения Будет желание учиться на музыкальных инструментах Как в Массачусетсе, да, произошло, да? Как мне говорил брат Который главный регент в этой церкви Вениамин, да Он сказал, мы запретили фонограммы Ну кажется, ну да, это плохо Мы запретили фонограммы Но, смотрите, он говорит У нас через несколько лет все играют на инструментах Молодежь пошла туда И молодежь, как бы, можно сказать, в кавычках Спонсировали ее Чтобы идите учитесь на инструменты Разные, какие хотите Пусть это будет саксофон Пусть это будет тенор-саксофон Пусть это будет флейта Пусть это будет гобой Пусть это будет тимпани Да, вот эти барабаны, как украинские такие Литавры Литавры их называют, да? Учитесь Нам таких людей не хватает И знаете, смотришь на них и думаешь Да, это действительно было хорошее решение запретить Для кого-то это бы казалось Ну это что-то зачем 21 век Зачем мы запрещаем фонограммы Смотрите, каких результатов они достигли Опять же Снова Я не против их Но если есть люди, которые могут играть Пусть они играют Я надеюсь, я ответил на этот вопрос Хорошо, если у вас будет еще Может быть какие-то комментарии Потом, пожалуйста Хорошо, идем дальше После брейка мы идем на такую тему Как влияние духовной музыки сегодня Я бы хотел с вами порассуждать еще глубже Копнуть, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны И так Как вы думаете, кто прав? Жан Кальвин или Мартин Лютер? Кальвин сказал То, что Библия не разрешает Оно запрещено А Мартин сказал То, что Библия не запрещает Разрешено Голова просто кипит Да, от этих мыслей Как реально разобрать Все настолько близко И действительно Правда она где? Она у Кальвина или у Лютера? Как вы думаете, где правда? У обоих правда Она посерединке То есть, если вот Будет время реально посидеть И порассуждать над этими двумя фразами Вы много для себя возьмете Глубоких истин В этих словах что-то действительно есть То, что Библия не запрещает Она разрешает И в обратную то, что она не разрешает Запрещено То есть, есть определенные стандарты Есть определенные границы Потому что христианин без границ Это как человек этого мира Который делает все, что хочет У него нет никаких boundaries сегодня Я сегодня смотрю Сегодня по подросткам Седьмые, восьмые классы У них нет часто границ Иногда я увижу очень воспитанных подростков Естественно, там другие семьи Другой уровень Но я много вижу, которые очень невоспитаны Грубые Наглые Возможно Жестокие Эгоистичные очень сильно И это то, к чему приводит Как я часто говорю Музыка Та музыка, которую они слушают сегодня Я думаю, вы знаете, что это Хорошо С чего же начинается влияние духовной музыки в моей церкви? В моей семье, в моем доме, в моей работе Все начинается с меня Прежде всего с меня Это может быть оркестрант Это может быть хорист Это может быть лидер молодежи Это может быть музыкальный пастор Все начинается с меня Как часто Когда я связываюсь с дирижерами Вот в медвестик Говорю, да Или с другими дирижерами С вашего союза Еще не добрался до другого союза Но я надеюсь, я доберусь до них тоже One day И я вижу, что люди многие выгорают У них не хватает энергии Не хватает терпения Служители их не понимают Они говорят Мы говорим иногда Common sense Это понятно Это нужно сделать в церкви Но нас просто не понимают Нас не слышат И они жалуются И я понимаю Да, это тяжелая проблема Мое духовное состояние Оно очень важно Как я себя готовлю к служению? Я духовно расту или падаю? Что для меня приоритет сегодня? Инструментальное исполнение, вокальное Или это мое духовное состояние прежде всего? Мое эмоциональное и физическое состояние Тоже очень важно Если я спал очень пять часов Например, сегодня Очень плохо спал Кстати, да, что-то сегодня Было много мыслей, много информации Я вроде бы спал, вроде бы и не спал Но я крутился, я крутился, крутился, крутился И я думал какие-то мысли Что я буду завтра говорить И знаете, это действительно влияет Я ничего не могу нормально сыграть на рояле Если я не выспался Да, если вокалист Или певец в церкви Он не выспался нормально Пять часов или меньше Он не сможет нормально петь Мы должны отдыхать Как хорист Как реген Как музыкальный пастор Который занимается постоянно музыкой Как инструменталист Поедьте на Флориду Поедьте куда-то на отдых Поедьте на кемпинг Сделайте что-то Хотя бы два-три дня Но отдохните Чтобы немножко Переустановочку себе сделать Нам это важно Мы иногда насколько закручиваемся в служении Я когда связывался Вот Руслан Один из служителей Музыкальный пастор в Миннесоте По-моему это в Вифане Если я точно помню Он музыкальный пастор Он настолько закручивается в служении Что он иногда не успевает просто И это все Начинается выгорание Начинается напряжение Ты нервничаешь Ты чувствуешь Что сейчас скоро Рождество И нам нужно готовиться Вы готовитесь к Рождеству, да? То есть это pressure Это надо сделать хорошо Это большой праздник И как бы ты чувствуешь Что у тебя силы просто И ты падаешь на кровать Приходишь Думаешь Ну что такое Еще и хористы не слушаются То есть бывает такой момент Понимаете? Очень важно давать себе отдых Mental breaks Я их называю Умственные вот эти отдыхи Когда ты просто Поделать Поиграйте в шахматы Поиграйте в шашки Выйдите на улицу Пройдите со своей женой Мужем С детьми Поговорите Не знаю Посмотрите какую-то позитивную передачу Да? Какой-то может быть христианский Хороший фильм Я не знаю Что-то отдохните Сделайте себе reset Поэтому это важно Как я служу Если мое состояние Оно нормальное Я буду служить хорошо Я проверял это на своем собственном опыте Когда я очень устал Я не могу вести хор Это просто нереально Ты думаешь Ну поскорее бы закончились эти два часа И я ушел Я просто не выдерживаю Как бы понятно Что я очень спокоен Все на лице Я уже знаю как это Играть эту роль Но Я Я внутри устал Мне просто нужен отдых Мне просто нужно поспать А в наше время Не всегда так получается Хорошо Давайте прочтем этот стих Это Матфея 7.19 Всякое дерево Не приносящее плода доброго Срубают И бросают его в огонь И так по плодам их узнаете их Не всякий говорящий мне Господи Господи Войдет в Царство Небесное Но исполняющий волю Отца Моего Небесного Я заменил здесь слово дерево на музыку Всякую музыку Не приносящую плода доброго Что я делаю? Я срубаю и бросаю ее в огонь То есть для нас Для христиан Для меня важно определить Эта музыка Она приносит добрый плод в церкви Она объединяет церковь Она разъединяет Она сеет раздоры Или она сеет единение Она сеет недопонимание Постоянное Или нет То есть насколько мне важно Задаваться этим Мы часто люди Ну раз Ну понравилась музыка Давайте это сделаем Давайте то сделаем Да мы как музыканты Любим все новое Нам нравится что-то новое Но очень важно Чтобы в этом новом Мы задавали себе вопрос А это будет полезно для церкви? А это будет полезно для молодежи? И объединить ли это людей? Понимаете? То есть очень важно Всегда задавать себе вопросы И не просто бросать Давайте это, это, это Ты кстати вот Решил попробовать Две еврейские песни для хора Надеюсь Бог даст возможность В это воскресенье Мы попробуем Посмотрим как хористы воспримут Еврейские песни Известные еврейские песни На четыре голоса А? Нет Мелодию сейчас Забыл Крутится в голове Но сейчас не напою я Известная, известная песня Надежда по-моему Называется что-то такое Еврейское Ну хорошо Идем дальше Платон Известный греческий философ А вы знаете что в древней Греции Музыка была Одним из семи искусств Которым должен был обучаться Молодой человек или девушка Да Студент Ты должен был Знать музыку Потому что Музыка считалась Тем инструментом Который реально воздействует На ум человека И на его сердце Кроме Таблицы умножения Математики Чтения Наук социальных и так далее Он говорил что Музыкальное образование Как и все другое Это инструмент воздействия Это так То что я сегодня даю В школе детям Это влияет на их разум На их сердца Потому что Есть ритм Есть гармония Которые находят путь В потаенные уголки Моей души Мощно ими овладевают Придают им привлекательность И душа того Кто действительно образован музыкально Имеется ввиду Становится красивой Это действительно так Когда ты воспитываешься В эпоху В эпоху Или в духе классической музыки Или романтической музыки 19 века И скажем Первой половины 20 Это такая музыка Как импрессионизм Это Клод Дебюсси Это Равель Это Сергей Рахманинов Музыка его Это Шостакович Это Прокофьев Сергей И многие другие Ты действительно понимаешь Между качественной музыкой И некачественной Вот у нас даже в школах Учителей заставляют Проводить такие темы Как Что такое качественная музыка Что такое некачественная музыка Мы не говорим уже о церкви В церкви мы обязаны об этом говорить Поэтому Действительно музыкальное образование Вот у меня будет Рождественский концерт 7 декабря в школе И мы сейчас готовимся Естественно я подключил туда Песни которые христианского стиля Да Вы наверное знаете песню Sing we now of Christmas Sing we all Noel Sing we Noel For Christ the King is born Sing we Noel Она там просто разрастается мощно И мы попробуем сделать это С шестиклассниками Я делаю это в high school И я всегда внедряю Да кто-то всегда спрашивает Подростки или там шестиклассники мои А зачем мы поем эти песни Это ж не church Мы же в школе Я говорю ну как Это наша традиция Я пытаюсь вот как-то так обойти красиво И сказать Это традиция наша Там же вся комьюнити будет сидеть Все учителя ваши Бабушки и дедушки Родители Друзья Родственники Вы же должны их как-то так взбодрить Все таки Christmas Season То есть я пытаюсь находить эти пути Чтобы давать именно эти песни А кто-то называет часто не Christmas концерт Не рождественский концерт А зимний концерт То есть понятия часто подменяются Поэтому очень важно здесь Помните это Хорошо Лютер сказал Музыка это дар Божий Который служит для того Чтобы прогонять искушения И дурные мысли Дьявол панически боится Поющего христианина Помните мы говорили Когда мы поем в домах В нашу голову не идут Никакие греховные мысли Это очень тяжело Потому что когда мы Исполняемся в духе С серьезными псалмами Когда мы поем Прославляем Бога Это не входит в нас Сатана уходит Поэтому сегодня депрессия Завладела сегодня Молодым поколением И средним поколением Сегодня это проблема Сегодня Суицид Депрессия Какая-то подавленность Непонятие Непонятность Вообще что будет в этом мире Следующих пять лет Люди не знают Люди в растерянности сегодня Американцы Учителя с которыми я говорю Ну иногда думаешь Начните петь христианские псалмы Начните петь гимны Начните петь Ну оды они смогут петь Ну давайте хотя бы гимны и псалмы Начните петь И ваша жизнь поменяется Вы будете чувствовать себя Совершенно по-другому Попробуйте Это замечательный опыт Поэтому когда мы начинаем с дома И поем это дома Это хороший опыт Пожалуйста Дома можно пробовать Многие вещи А потом уже рассуждать Это как в церкви будет Нормально? Хорошо? Плохо? То есть очень важный момент Мы много пробуем дома Хорошо И кстати дома Ребенок Если у вас есть дети Дети более открыты Дома чтобы петь Поэтому они часто Из-за того что мы дома Не поем Они не поют в церкви Мы как бы поем Просим их Ну пой А он стоит Он не поет Потому что этой культуры нет Его не научили петь дома Ну в воскресной школе Не знаю редко Может быть да поют Но там в детском возрасте Дальше перестают петь или что Не знаю Ну вот как то Вот эта тенденция не прослеживается Нет соединения Дом Да может быть воскреска И церковь да То есть дети многие не поют Я иногда спрашиваю Сколько песен ты знаешь Тех студентов Которые ко мне приходят Ну я эту не помню Ничего не может сказать То есть как будто в церкви Я говорю ты что никогда в церковь не ходишь Да хожу Ты каждый воскресенье Да ты поешь Да я пою Напомни хоть одну песню Ничего Все пустая страничка Думаешь где они были Ну наверное они не пели Значит они не воспринимают это Хорошо Как в медицине нет ни одного лекарства Которое не оказывало побочного эффекта Мы это знаем да Любое лекарство Таблетки они всегда влияют на нашу печень почки Легкие там я не знаю На кровь и так далее Так и в музыке нет ни одного произведения Которое бы не оказывало влияние на слушателя Будь то не христианское как мы говорим да Духовное не духовное произведение Но оно влияет В нем есть определенное сообщение Как мы говорили вчера за музыку рок-н-ролл Что многие артисты рок-н-ролла Рэпа хип-хопа Популярной музыки сегодня Они обращаются за помощью сегодня К жрецам сатанинским Которые накладывают Определенные ритуалы На эту или иную песню Чтобы она имела популярность В мире шоу-бизнеса И эта песня просто взлетает В течение нескольких дней В чарты Номер один песня в Америке Три месяца Четыре месяца Пять месяцев Ты думаешь ну как Не может человек любить одну и ту же песню пять месяцев Что-то это она не может тебе нравиться Да Даже если ты будешь петь твою самую любимую песню Ты шесть месяцев подряд Я думаю ты потом не захочешь ее петь То есть А здесь люди слушают и слушают И это не заканчивается То есть Здесь есть сильнейшее сатанинское влияние В этой музыке Поэтому когда мы не говорим об этом Когда мы позволяем нашим детям Нашим молодым это слушать Мы не говорим с ними об этом Они попадают под сильнейшее влияние сатаны И эта пропаганда Этот месседж Который дается в этой песне Он влияет на их мозг Даже если они думают что оно не влияет Оно влияет на тебя Потому что слово это сильнейшая сила Которую сегодня боятся все правительства мира Если вы посмотрите Многие журналисты были убиты Многие люди которые занимались именно письмом Они писали новости Они убираются с телевидения Потому что слово это сила А если это с музыкой Это двойная сила Которая пронизывает наше подсознание Наше сердце И влияет на нас очень сильно Хорошо В медицине есть такое вещество Называется плацебо Слышали за такое? Может быть нет? Это такая таблеточка Она без явных каких-то свойств Она тебе никак не помогает Не лечит тебя Не калечит Ничего Вот часто наша музыка бывает такая В сорквях Когда мы Большую часть песен Мы поем например Надеюсь у вас это не так Более прославление только Или только молитвенные Или только В какой-то эстрадной манере Мы поем И все И больше ничего То есть Или например это просто Настолько просто Есть такие песни Когда мы повторяем одно и то же слово Много раз Там только два куплета Или один куплет И одно и то же Я просто слушаю Я смотрю на такие прославления На ютубе Когда поднимаются руки Я ничего не имею против поднятия рук Это нормально Это по описанию Но тем не менее Поднимаются руки Люди машут руками и ногами И в это время Они повторяют одни и те же слова В течение 10 минут И думаешь Ребята Вы наверное уже в экстазе Вы наверное себя вгоняете В какое-то состояние Чтобы ваше подсознание Открылось непонятно для чего То есть Поэтому очень важно понимать Что музыка Она имеет действительно силу Открывать подсознание Мы вчера говорили с подростками Что Очень громкая музыка 120 дБ И выше В течение 30 минут Открывает твое подсознание Для любой пропаганды Спой тебе песню Ты воспримешь это Это будет в твоем подсознании На годы И тебе будет тяжело От этого избавиться Поэтому многие известные Гитаристы это знают Певцы популярные Они используют сегодня Эту методику Очень громкой музыки Когда все ревет Когда басы ревут Когда гитары ревут В течение долгого времени И потом начинается все Потом этот месседж идет И аудитория просто взрывается И ты думаешь Ну что с вами ребята У вас здесь десятки тысяч То есть вы все прыгаете Скачете Это ненормально Да То есть Бог никогда Не заставлял человека Так реагировать Да Бог наоборот Бог работает в ветре Да В спокойствии Когда ты его слышишь Да То есть Я не говорю конечно Что громко не нужно славить Бога Нужно славить громко Да С трубами нужно его славить Нужно его прославлять Но есть и моменты Когда ты просто останавливаешься И ты просто спокойно На рок-концерте Такого никогда не будет Опять же напомним Да Чтобы наша музыка Она не была пустой Поэтому когда мы выбираем Песни общего пения Или хоровые Или группы прославления Чтобы это были песни В которых был месседж Который даст тебе ободрение Укрепить тебя Приведет тебя к Христу В близость с Ним Чтобы ты понимал Бога И то что Он хочет от тебя Важный момент Давайте вместе прочнем Может быть в полголоса Отсутствие правила музыки в церкви Ведет к постепенному изменению Учения церкви И усилению влияния Той или иной музыки Или группы людей И ее стиля Если вы с этим согласны Покачайте головы Если нет Нет Да Давайте еще раз Если нет Видения о музыке в церкви Если Нет никаких правил В церкви о музыке То что происходит Меняется учение Сатана знает нашу больную точку Он знает Через что можно поменять церковь Не нужно громких слов Сделайте красивый инструментальный аккомпанемент Но поставьте туда другие слова Слова которые говорят обо всем и ни о чем Которые не говорят о Божьем спасении Которые не говорят о грехе Которые не говорят о покаянии Мы будем петь обо всем Это будет красиво выглядеть Это будет хороший концерт Но там не будет Бога Поэтому Что я замечаю сегодня Немножко вижу эту тенденцию в моей церкви Но Мы как бы вроде бы еще держимся Все нормально строго Ибо Ибо у нас есть люди Которые держат нас Поэтому Есть тенденция в церквях Когда Отсутствие видения о музыке Нет четкого понимания Нет даже хотя бы принципов Каких-то стандартов Тогда побеждает группа молодежи Которые самые такие продвинутые Как они себя называют Они все хорошо исполняют Играют Они поют Они понимают в теме И они побеждают И начинается что? Перекос То есть та группа Которая может быть Поет более старые песни Классические Наши любимые песни Она недоумевает И думает Ну как же так? А они победили Потому что с ними никто не работал Им никто не объяснял Что должен быть баланс Должна быть серединка Да? Половина и таких песен Половина и современных песен Опять же мы не должны забывать Что очень много мусора И в старых песнях Да? Поэтому мы же не все поем Песня в старые песни Сколько там их? 5 тысяч, да? Мы же не поем 5 тысяч песен, правильно? Мы не поем и среди новых песен очень много мусора, очень много пустоты, поэтому здесь вопрос выбора, выбора слов, выбора мелодии, что там вообще? И иногда, когда, я не знаю, у меня такая реакция, наверное, просто, когда я, когда пою самую первую песню в церкви, о молитве, о молитве, и доходят до, по-моему, третьего куплета, или второй куплет, там говорится, что там говорится? О молитва, о молитва, темные ночи я не спал, да, на коленях все стоял, там еще есть какие-то радикальные слова, вспомните, да? Я не хочу там чего-то, в жизни легкой, я не хочу, я этот куплет никогда не пою, никогда, потому что, что я пою, то и будет в моей жизни, то есть, я вот для себя, я просто останавливаюсь, я не пою этот куплет, вот принципиально я его не пою, не знаю, может быть, вы поете, поете, но я его не пою, то есть, в жизни легкой, ну, ну, тогда, как бы, я на себя навлекаю что-то, то есть, ну, как бы, насколько я понимаю, может быть, не совсем точно, но вот я его не пою почему-то, хотя это моя любимая песня, я очень люблю эту песню, и когда ее поют, я пою, но вот такой куплет, почему-то я не пою. Ну, хорошо, следующий момент, позитивное влияние музыки мы ведем по времени, да, настолько я понимаю. Хорошо, позитивное влияние. Первое, терапевтическое влияние. Когда наша музыка оказывает терапевтическое влияние, давайте прочитаем Якова 5.13. Весел ли кто, пусть что делает? Поет псалмы. Кому интересно, посмотрите, в греческом оригинале вместо слова псалмы, что стоит. Весел ли кто, пусть поет псалмы, пусть радуется, пусть воспевает Бога, и дальше первое царство. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее, и радостнее, да, я бы добавил, и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Сатана боится, боится христианской музыки. Он боится, особенно если там есть слово, глубокое слово, он уходит. Он не может этому противостоять, ибо в этом есть сила, особенно если это человек верующий, на котором дух Божий, да, если ты в соединении с музыкой и словом это делаешь, это сильнейшая сила. Хорошо, терапевтическое влияние, которое нас исцеляет, нас лечит. Мы приходим сюда, чтобы исцелиться, ибо этот дом не только молитвы, да, это дом для того, чтобы мы исцелились душой. И те переживания, которые мы проходили на протяжении месяца и недели, какие-то трудности, да, в нашей жизни, музыка помогает нам восстанавливаться. Поэтому сегодня очень модно музыкальные терапевты в школах, да, в госпиталях, когда есть такие люди, которые занимаются с людьми, которые пострадали в результате аварий, каких-то переживаний, да, там, поломанные руки, ноги, люди лежат на кроватях, и ты приходишь к ним с разными инструментами, даешь им возможность поиграть, попоешь что-то. Музыкальная терапия очень сильна. В церкви это один из номер один вещей. Второе, это педагогическое. Учит ли музыка нас чему-то? Я буду кратко проходить. «Научайте и выразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, играя на музыкальных инструментах ваших, Господу». Колоссянам 3, 16. И еще один стих начальнику хора «Учение сынов Кореевых», Псалом 14, 41, 1. То есть должно быть определенного рода учение. Да, должны быть песни, которые только прославляющие Господа, да, но должны быть песни, в которых непосредственно преподается учение. Это проповедь, это истина. А если этого нет, то это пустышка, это пустота. Она никак меня ничему не учит. Я просто тогда пою, ну, для себя, наверное, я никого не учу и прославляю себя, наверное. Хорошо. Социальное влияние. Числа 21, 17. «Тогда воспел Израиль песнь сию». Как там? «Наполняйся колодец, пойте ему». То есть еврейский народ чем отличается, что в любое время, да, какой-то труд они поют песни. Они идут на работу, они поют песни. Они в трудностях, они поют песни. У них праздник, они поют песни. Для каждого места жизни у них были свои песни. Кстати, у украинского народа тоже. И у русского народа, и у белорусского, и у молдавского. Для каждого момента жизни были свои песни, которые они исполняли. И смотрите, эти песни, они объединяли людей. Это как песни, когда мы трудимся, да, вот когда мы едем на труд. Кто-то на миссии ездит, да, в Мексику, я знаю. Вы выбираете определенного рода песни, правильно? Чтоб они что? Они влияли на нас, они соединяли нас, они влияли на общество, которым мы несем, тем людям, на тех людей, которым мы несем это слово. И еще один момент. Вознесись, Господи, силою Твоею. Мы будем воспевать и прославлять Тебя. Почему акцент ставится на «мы»? Потому что именно «мы» все вместе, не я один. Не я себя показываю, но мы все вместе объединяемся в прославлении и поклонении Господу. Еще один момент. Социальное влияние. Какое социальное влияние имеет та музыка, которую я выбираю, те песни? Объединяет она, соединяет, как это сказать точнее, мотивирует ли она людей на действие, что я приду сегодня домой, я начну читать Слово Господне каждый день, я буду стараться не пропускать ни одного дня. Призывает ли музыка к действию? Объединяет или соединяет? Хорошо. Миссионерское влияние. Деяние 16.25. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Наш репертуар очень часто имеет перекос. Это либо прославление, либо молитвенное какое-то состояние. Но мы не поем о миссионерском. А кому проповедовать? Мы говорим, здесь все верующие, здесь все христиане. Зачем нам нужно? Поэтому я говорю очень часто, что мы потеряли этот момент, когда мы что-то организовали, но мы не выходим вне церкви. Хотя бы между церквями. Да я очень люблю, когда хор едет в другие церкви. Мы ездили в Сент-Луис два раза, мы ездили три раза, уже три раза ездили с хором. И знаете, это вдохновляет хористов. Они хотят служить, они видят другую церковь, они общаются. Какие-то есть связи появляются. То есть это миссионерское. А лучше еще, но это моя мечта, чтобы сделать, чтобы мы выезжали и где-то в городе мы пели. Делали какие-то концерты духовной музыки для американцев на английском языке. Почему это мечта? Потому что не так легко организовать, чтобы хор пел песни на английском языке. Особенно, если есть те люди, которые братья и сестры, которые еще, может быть, не понимают английский язык, что он важен, что на нем тоже нужно петь и приводить людей ко Христу. Поэтому музыка должна нести евангельскую весть. Хорошо, молитвенное состояние. Ефесянам 5 глава. Исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями. И второй стих. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. То есть вот этот великий момент, когда ты действительно в мире, в покое используешь неагрессивную музыку. Это очень важно, когда мы неагрессивны. Есть инструментальные игроки, люди в оркестре или хоровики, все что угодно может быть. Они очень агрессивны в своей манере исполнения. Они пытаются вот очень ярко все представить. Это агрессивно. Бог так не работает. Богу нужно смиренное сердце, а потом уже двигайся дальше, но не будь агрессивным в своем исполнении. Мы иногда говорим, что можно исполнять музыку в легкой манере, да, а можно в тяжелой манере, в экстремальной, в агрессивной. Вот чтобы в церкви этого никогда не было, очень важно понимать, в какой манере я исполняю. Хорошо. Дать небольшой брейк или идем дальше? Дальше. Хорошо. Негативное влияние музыки. Давайте поговорим. Важнейшая тема сегодня. Номер один. Может вести к кидло поклонству. Почему? Если я привлекаю в церковь такие жанры, как рэп, рок-н-ролл, хип-хоп, я буду много об этом говорить, я хочу, чтобы это услышали сегодня. Друзья, популярная музыка сегодня, когда подменяются слова. Когда сегодня популярные песни, музыка используется, она подменяется под христианские слова. Как я всегда говорю, нельзя быть чуть-чуть беременным. Можно быть либо полностью беременным, либо не быть беременным. Поэтому, когда я сказал, ну давайте мы исполним эту песню, взяли ее из мира, переделали слова, ну и поем ее. Но важно понимать, что когда источник поврежден, мы вчера говорили за рок-н-ролл, и мы говорили, что эта культура, она очень сильна. И девиз рок-н-ролла это наркотики, это половые отношения, это вообще слом всяких табу, никаких правил, делай все, что ты хочешь, живи жизнь, как ты хочешь. Это идея рок-н-ролла. То есть источник поврежденный. Когда я приношу этот источник в любой его форме в церковь, я подвергаю церковь большой опасности, потому что в церкви есть люди неутвержденные, слабые духовно, особенно молодые, которые еще не определились в этой жизни, а я принес это, я это использовал, Бог с меня спросит, что я принес. Поэтому она может вести кедра поклонству, а ведь эта музыка, она поклоняется человеку, но не Богу. Второе, может манипулировать сознанием. Мы говорили об этом, да, что когда музыка, она имеет ложный источник от сатаны, когда источник начальный, неправильный, она будет влиять на мое подсознание. День за днем, день за днем она будет влиять и менять мое мышление, менять мой образ поведения. Я всегда задаюсь вопросом, почему мы говорим African American people, да, или африканцы, можно я буду так называть? Вот, они очень себя борзо ведут. Ты с ними разговариваешь, тебе 35, ему там 12, но он с тобой разговаривает на равных, как будто, ну, ему тоже 35. И он так свободно, знаешь, как бы так выходит с тобой там, ты что-то ему не так сказал, он тебе тоже что-то ответил резко. И ты понимаешь, я просто, когда я вот слушаю рэп-музыку, да, когда я просто открываю, чтобы понять 2-3 песни, почему такая реакция? Они живут этим. Я просто спрашиваю, а как часто ты слушаешь эту музыку? Я постоянно рэп слушаю, я сижу на нем постоянно, это все, что я делаю, это рэп, в доме это постоянно звучит. А рэп это один из самых агрессивных жанров музыки, который пропагандирует женоненавистничество, ненависть к правительству, анархию, ненависть к этому миру, человекоцентричность, и это не весь список, я могу еще 10 добавить. То есть, и когда ребенок в этом живет, он проживает это, он слушает, это вгоняется в его сознание, естественно, что происходит? Он себя так начинает вести. А в сатане нужно, чтобы человек себе был свободно, вольно, агрессивно, никаких правил, никаких предубеждений, делая все, что ты хочешь. У Бога наоборот, да, есть границы, да, есть духовная свобода, но есть и границы, которые позволяют нам держаться, как христианам. Третий момент негативное, влияние музыки, она может разделить церковь. Я такие моменты знаю, встречался, переживал с этими моментами. Это очень больно, когда такое происходит. В Смоленске у нас церковь разделилась просто по причине музыки. Молодые просто хотели петь легкий рок, исполнять его, пап-рок хотели исполнять. Это было очень модно тогда, это только так начиналось, да, у нас в Смоленской области такая культура пошла несколько, и церковь разделилась. И вся молодежь ушла в другую церковь, они организовали церковь, но в течение год-два они развалились и закрылись. И это боль родителей, это боль церкви. Дай Бог, чтобы часть из них вернулась. Ну, я не знаю, как сейчас ситуация, но вот то, что, по крайней мере, я застал, то, что я знаю. Еще один случай знаю, тоже на этом фоне. Поэтому, когда в церкви есть видение, когда есть встречи эти, когда об этом говорится, тогда мы избежим многих проблем. Хорошо, музыка имеет оккультную зависимость, буквально кратко. Помните, мы говорили, что когда выпускается известный диск, известного рок-певца или рэпера, на него всегда накладывается обычный сатанинский ритуал. И это сегодня очень распространено. Это не сказки, это не шутка, это не просто как-то пытаться кому-то что-то внедрить в голову. Нет, это действительно так и есть. Потому что музыканты с ранних времен понимали, что музыка, она влияет. И они хотели быть более популярными, чтобы, я думаю, каждому музыканту приятно, да, когда тебя похвалят. Когда тебе скажут, ты сегодня хорошо сыграл, ты сегодня хорошо спел. А если еще скажут, слава Богу, ну ты вообще Париж и летаешь. А если ты человек неверующий, то у тебя нет никаких стандартов, по сути. Ты за Бога вообще не думаешь. Ты хочешь быть популярным у большего количества людей. Желательно пару миллионов людей, а там желательно и пару сотен миллионов. Но чтобы добиться такого уровня поклонения аудитории тебе, тебе нужно переступить через определенные двери. И эти двери – это сатана, который дает разрешение, чтобы войти в мир шоу-бизнеса и иметь десятки миллионов твоих последователей и фанатов. Ты не можешь пройти через эту дверь, пока ты не согласишься на его условия. И мы вчера говорили с подростками, что сколько певцов, сколько рэперов, артистов и рокеров, которые просто подписывают эти контракты, которые соглашаются, которые ходят в сатанинские церкви, которые участвуют в сатанинских ритуалах сегодня, для того, чтобы их музыка была популярна, чтобы они были популярны. Они прославляют сегодня сатану своей музыкой, своими жестами, своими движениями на сцене. И это очень страшно. И когда мы слушаем их музыку, мы поклоняемся сатане. Поэтому очень важно об этом сегодня говорить явно и открыто, чтобы церковь это понимала. Хорошо, второй момент. Музыка, она не настраивает на молитвенное состояние. Очень такой момент. Вы знаете, что есть классические наши песни, а есть песни, которые современного прославления. Здесь важно понимать, что в церкви должен быть баланс, когда мы поем и эти песни, и новые песни. Потому что иногда новые песни меня не касаются. Я не чувствую, что я близок к Богу через них. Я более чувствую вот эти наши традиционные, классические песни. И я чувствую, что мой дух касается Божьего Духа. Я слышу его. Я понимаю, что он рядом со мной. А для молодых, может быть, нет. Это, может быть, их не касается сегодня никак. Их сердце касается современное прославление. Когда они слышат Бога, и Бог их касается вот на таком простом уровне. То есть важно здесь понимать, что и эта часть должна быть, и эта часть. Хорошо, третий момент. Музыка она не воспитывает, а развращает. Сегодня, что я вижу в словах, я пытаюсь анализировать эти тексты. Моя мечта еще сейчас поработать, взять 100 песен, проанализировать текст очень глубоко, выписать главные идеи, главные месседжи каждой песни, и пытаться понять, как музыка может развращать элементарно. Сегодня в основном нехристианская музыка, современная сегодня, песни, мелодии, используются матные слова, сплошь и рядом. Это как норма. Дьявольский язык, сатанинский язык, который сегодня молодежь иногда слушает, и им нравятся сегодня эти песни, но они не понимают, что это все откладывается в твое подсознание, и это живет с тобой годами. И чтобы тебе освободиться, тебе нужно молиться во имя Иисуса Христа, Господи, я отрекаюсь от этого духа, я ничего не хочу с этим иметь. Поэтому очень важно, чтобы музыка нас не развращала. Поэтому мы иногда говорим, да, кто-то говорит, что почему в церкви нельзя играть джаз, который в своей свободной форме, а потому что он начинает двигать твое тело, потому что в нем есть определенный ритм, да, если постоянно его играть, ты начинаешь топать ногой, или там еще что-то, да. Такие фонограммы есть, конечно, и так далее. То есть очень важно понимать, что до какой степени ты можешь идти, как далеко. Ну хорошо, идем дальше. Break time. Споем, да? По времени, как у нас по времени? Или пойдем дальше? Я бы хотел, конечно, дальше пойти, но пойдем дальше, да? Нормально, да? Покачайте головой, если честно, это ваше честное-честное, да. Окей, хорошо. Все улыбнулись, ну хорошо. Ну у вас есть еще пару песен, да? Вот кто, окей, хорошо, все, у вас есть запас, хорошо. Я обязательно хочу, чтобы вы спели, потому что пение – это классно. Хорошо. Вопросы, комментарии. Вот один вопрос, давайте посмотрим. Мне передали такой вопрос. У нас наблюдается такой момент. Часто есть резкий контраст стилей в одном богослужении. Хорошо. Частый контраст, резкий контраст стилей. Например, после чтения Писания, общее пение в эстрадной манере. А затем хор поет молитвенное произведение архангельского. Ну да, здесь, конечно, вопрос интересный. Можно ли разумно подойти к этому, чтобы избежать таких резких контрастов или перекосов, да, я бы добавил, как вы на это смотрите. То есть, когда у нас резкий контраст. Да, здесь очень важный момент. Когда мы, естественно, настраиваемся на молитвенное состояние, да, перед первой проповедью, да, у нас должно быть обязательно песня прославления и песня молитвенная, которая подводит нас к молитве. Понятно, что мы не должны ставить какую-то супер-супер популярную песню, которая нас веселит, а здесь молитва. Мы должны настроиться на молитву, поэтому, да, а дальше уже. Но это зависит от того человека, отчасти который планирует служение, у которого есть этот список этих произведений, примерно какие темы и о чем что поется. Вообще, в идеале, конечно, мы должны более серьезно к этому подходить. Тот, кто организовывает, заранее должен просматривать, хотя бы знать тему. Тему, о чем поется, о чем, кто поет. Это соло, это хор. Чтобы примерно расставлять, это талант, кстати, нужен, между прочим, чтобы расставлять порядок песен и номеров так, чтобы это подводило человека к определенному состоянию. Это важно, к размышлению. Когда мы говорим с Богом, мы слышим, мы хотим рассуждать. Понятно, да, конечно, может быть, это не совсем хорошая идея, да. Здесь ты поешь архангельского, а здесь такая песня с фонограммой играет сразу. То есть ты как бы сразу расстроился. Ты настроился на молитву, и тут ты сразу расстроился, как бы не знаешь, куда тебе податься, влево или вправо. Да, это вот те люди, которые занимаются этим. От вас многое зависит, поэтому, опять же, это большой талант. Молитесь об этом, чтобы вы действительно правильно расставляли, чтобы этого перекоса не было. Кто-то не придает этому значения, но я считаю, что это важно. Я считаю, что очень важно. Обязательно первое, песня про славление, молитву, проповедь, а дальше уже как человек определить, но чтобы это было все в рамках обязательно. Не знаю, какие-то комментарии, может, у вас есть добавления, что-то вот, может быть, короткие какие-то. Или дальше идем. Я не думаю, что всегда они должны быть образованными. Если у людей просто чуйка, чувство, что это сейчас молитвенное, а это сейчас более легкое попсовое произведение, оно популярное, красивое, я бы его не ставил. Я бы поставил его, песня, например, серьезная, стих, потом эту песню поставить. То есть я думаю, что необязательно образовать. Необязательно. Желательно, конечно, понятно, человек, который более чувствует, он понимает, что в музыке архангельского есть глубокий дух, да, Бог говорит. А в этой легкой музыке она красивая, она приятная, это хорошая песня, но они не сочетаются. Немножко другие направления чуть-чуть, да, между ними что-то нужно поставить, да, чтобы как-то немножко разнообразить и чтобы не менять сразу настроение человека раз-раз-раз. То есть психология здесь тоже очень-очень важна. К чему мы подводим человека? Я не говорю о манипуляции сознанием ни в коем случае, да, но в плане том, что мы должны очень важно это понимать. Я не знаю, кто у вас этим занимается, я думаю, что несколько людей занимается, поэтому от вас реально очень много зависит. Надеюсь, я ответил частично, надеюсь. Хорошо. Второй день у меня, это вот специально, я делаю так, day two. Хорошо. Какую музыку песни можно использовать в церкви, какую нельзя? Правильная и неправильная музыка. Проблемы музыкального руководителя сегодня и угрозы для современного христианства. И кто-то подскажите мне, сейчас 6.19, да? У нас есть еще 40 или меньше минут, да? Ну, давайте, 30, 30, нормально 30? Или даже 20? До 8, да? Ой, нет, нет, до 8 вы не выдержите. Давайте до 7, да, потому что, да, люди уже будут уставшие, да? Поэтому мы делаем бреки, чтобы что-то попели, потому что нам нужно встать, встряхнуться немножко. Хорошо. Какую музыку в церкви можно использовать, какую нельзя? Давайте подумаем. Что это будет? Какой это жанр? Какой это стиль? Это что-то новое или старое? Кто определяет критерии музыки сегодня? Это пастор, это диакон, это регент, это лидер группы прославления, это церковный совет. Кто это? Как вы думаете, кто это может быть? В идеале. В идеале. Кто должен заниматься видением, вообще музыкальным видением церкви, чтобы примерно видеть на 5 лет вперед, где мы будем? Кто у нас вырастет через 5 лет? Какие люди, какого качества? Они будут образованы, они будут не образованы? Мы будем жить с теми проблемами, которые мы имеем сегодня или нет? Может быть, через 7 лет у нас будет уже другой контингент людей, который будет более образованный. Мы можем... Как вы думаете, как вообще в идеале лучше? Церковный совет. Церковный совет, да, в который входят кто? Кто входит туда? Музыкальные пианисты обязательно, с оркестра люди, с хора. Да, это важный момент, поэтому тогда не будет недопониманий, по крайней мере, они будут решаться в этой комнате, но не при всей церкви, согласны, да? Проще решить иногда в маленькой комнатке многие вопросы, чем иногда выносить это на церковь и расстраивать церковь, иногда подчас ненужными вопросами, которые, может быть, церковь еще до этого не доросла, а может быть и доросла. Бывают и такие моменты, когда церковь не дорастает, а может быть и готова. Хорошо, поэтому важно иметь видение именно в этой поместной церкви, не в какой-то другой, не смотреть на другие церкви, там Калифорния, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, да, или какая-то Флорида, нет. Смотри, что у нас, какие люди у нас. Хорошо, как принять правильное решение, чтобы не разделить церковь и не разрушить музыкальное служение? Мы уже ответили на этот вопрос, да, что здесь демократия не всегда работает, потому что у нас вкусы разные. Один человек любит один жанр, другой другой, другой в этом стиле, этот человек говорит, что давайте петь медленные песни, третий говорит, нет, давайте быстрее, четвертый говорит, нет, давайте среднего темпа придерживаться, четвертый, то есть всем мы никогда не угодим. Но тем не менее, когда мы коммуницируем с друг с другом, когда наш совет работает, когда мы общаемся с друг с другом, мы приносим эти нужды к Богу, мы говорим, что мы хотим объединить церковь, мы хотим быть вместе, мы хотим служить лучше. Демократия здесь не лучший советчик, да, демократия даже в Соединенных Штатах не самая лучшая вещь, да, поэтому все всегда принимается, все решения в очень узком кругу людей, а уже потом весь народ просто должен с этим согласиться. Иногда нам не хватает этого смирения, иногда мы сопротивляемся всячески, потому что мы привыкаем к той культуре, которая была у нас годами, и нам иногда сложно себя переломать, и чем старше мы становимся, тем нам сложнее. Мы становимся мудрее, но нам сложнее поменять свое мнение.